Здравствуйте, уважаемые телезрители! Начинаем наш репортаж о Нью-Йоркском марафоне. В общем, одном из самых интересных и красивых марафонов мира, входящих в шестёрку мейджор-марафонов. И скоро, буквально через несколько минут, будут стартовать женщины, мужчины чуть попозже. Ну и в эфире с вами известный тренер Владимир Башко и Сергей Тихонов. Здравствуйте. Ну что ж, так я смотрю, люди как обычно делают селфи перед марафоном. И, в общем-то, некоторые одеты неплохо, достаточно хорошо. Такое впечатление, что погода нормальная. Но это нам показывает, как в прошлом году проходил марафон. Мэри Гайтани, она участвует и сегодня, одержала победу, известная бегуня. Но одна из лучших, нужно сказать, в марафоне. Единственная тема, что она не отличалась пока на крупных международных, я имею в виду на ответственных турнирах. Ну и вот очень упорная борьба в 2014 году была между Кипсангом, экс-рекордсменом мира и Диссизе. И вот тут Кипсанг сумел одержать замечательную победу. Ну, Кипсанг, конечно, здесь тоже бежит, как и Кейтань, они будут отстаивать свои титулы. Но нужно сказать, что за прошедший год немножко его позиция чуть-чуть изменилась по сравнению, когда он был неоспоримым фаворитом. Рекордсменом мира. Ну да. Ну, уже отобрали в тот момент. Но в тот момент он все равно, когда готовился, этот год был он... Вот. Но я хотел сказать, что в этом году он бежал в Лондоне и все-таки проиграл там и Люду Кипчоги. Он победить не смог. Но еще больше его разочарования ждало, конечно, на чемпионате мира в Пекине, где он и Кеметта просто сошли с дистанции, хотя считали, что это лучшие бегуны, которые по 2-0-3 имеют. Как можно с ними бороться? Они не выдержали ни жары, ни влажности. Именно на это они ссылались и сошли с дистанциями. Хотя, знаете, Сергей, вот изначально как-то было не очень понятно, особенно по Кипсангу ситуация в Пекине, потому что он-то сошел на первой половине дистанции. И такое ощущение было, что основной старт у него как будто это сегодня. Ну вот, действительно, вот такие мысли, они всегда приходят. Так же, как, помните, в 2011 году, когда Уссенболт сделал фальстарт, и злые языки говорили, что это было сделано специально, и так далее, и так далее. Ну, действительно, мы можем только предполагать, что... Конечно. Но, с другой стороны, все-таки это тоже большой, мне кажется, удар по авторитету Уилсона Кипсанга. Сойти начало. Уж лучше бы там отказаться, наверное, было бы, потому что в Кении все-таки столько претендентов, и все с большим удовольствием бы и пробежали бы на чемпионате мира. Но это останется, в общем-то, пока только вопросом. И там велась очень такая борьба для включения в состав команды. Они претендовали и говорили, что мы готовимся, это наш основной старт. Но, я говорю, это просто, находясь там, это было такое ощущение, вот что... Ну, оно, наверное, кстати, действительно правомерно именно тогда, когда он... Ну, собственно, мы сейчас говорим немножко о другом, но просто показывают, как проходит трасса, мы, собственно, это увидим. И 2005 год Елена Прокопчук, они анонсируют всех победителей. Ну да, это женский. Мы, кстати, Елена Прокопчук увидим, увидим сейчас. Снова она на старте. Она два раза, по-моему, выигрывала уже. Да, два раза выигрывала, два раза в призерах. Вообще, шесть марафонов у Нью-Йорка, у нее. Ну, вот еще раз она показывает, как Мэри Кейтани выигрывает. Ну, что касается Мэри Кейтани, мы, кстати, вот смотрели в сентябре, да, вот этот полумарафон, где Мэри показала, в общем-то, вновь хороший бег, победила с большим отрывом. И, в общем-то, что говорит, что она в очень неплохой форме. И, в общем-то, говорил на пресс-конференции здесь, перед этим марафоном, что она готова, готова снова пересечь линию финиша первой, как вот сейчас мы видим в прошлом году. Ну что ж, марафон всегда интересен именно вот такими прогнозами, но и, пожалуй, это, наверное, один из самых непрогнозируемых видов легкой атлетики, потому что все-таки вот если посчитать, сколько, так сказать, процентов из фаворитов там либо сходит, либо выступает неудачно, наверное, марафон здесь занимает, да, первое место. Конечно, безусловно. И чем-то от мира в Пекине, это вот самый ярчайший пример. Ну, конечно, потому что даже иной раз та тактика бега, которая выбирается в марафоне, она иногда со стороны носит, казалось бы, такой авантюрный характер, потому что ребята и девчонки очень часто хотят показать высокий результат и бегут в очень быстром темпе, и из группы 20-30 человек до финиша добегает не так много сильных атлетов, и, ну, раз 5-6, остальные ломаются и добегают уже не в своем темпе. Ну, через опять там 2-3 месяца выходят на старт, и опять видно их стремление показать высокий результат. То есть мы говорим о том, что тактические игры, как правило, на марафонах, крупных марафонах, они ведутся в очень высоком темпе, не с медленного бега, как правило. Ну, и они, в общем, тактические, ну, как бы, как вы сказали, игры, именно вот в таких марафонах, именно, я имею в виду, не то, что в таких вот крупных, а именно типа Нью-Йорка, где нет пейсмейкеров. И вот женщины, в частности, стартуют раньше, а они стартуют здесь на 30 минут раньше. Вот, ну что ж, стартовали, стартовали элитные, элитный забег у женщин, их не так много, но очень сильные спортсмены, спортсменки, и поэтому будет очень и очень интересно. Вот Елена Прокопчукна первая, на второй позиции сейчас, про которую мы рассказывали. 39 лет, на самом деле, Елене, конечно, и она просто, ну, восхищает, во-первых, своим и долголетием, и стабильностью. Вот, насколько я знаю, она сейчас перед Нью-Йорком три недели провела на Скагоре в Альбукерке, вот, ну, и перед Нью-Йорком говорила, что, ну, конечно, допустим, выиграть всем хочется, конечно, я не могу вот говорить, что я, ну, должна победить, потому что сильные очень соперники, вот, но она чувствует, что готова неплохо, и постарается, в общем, сделать все по максимуму, что, что возможно. Вот рядом с ней француженка Данай, также очень сильная, португалка Мореера. Сара Мореера, да. Ну, посмотрите, европейки решили просто с самого начала, с первых метров дистанции, задать темп. Ну, это пока ни о чем не говорит, конечно, это все прекрасно понимают, но приятное желание. Да, но, я имею в виду, не часто вот так видно, да, что вот европейские спортсменки сейчас впереди, а остальная группа немножко сзади. Понятно, что здесь 150 раз все это может измениться. Конечно, потому что состав здесь очень сильный, вот и Саллик, и Пьего здесь прославленная, вот, кстати говоря, дебютанка. Да, дебютанка, мы ее видели на чемпионате мира в Пекине на 10 тысяч метров, где она была второй. Да, и серебряная также медалиска Олимпийских игр, и, в общем-то, она и марафон, уже, в смысле, полумарафон бежала, час 8, то есть потенциал, то есть умеет бегать по шоссе, как вот получится марафон, посмотрим. Но, конечно, всегда дебют этот очень, дебюты, точнее, очень интересные. Ну, там Мэри, я смотрю, Мэри Китани, по-моему, аж в конце группы, так спокойно. Ну, мы видели тоже, у Китани ведь разные варианты. Были варианты, что она выходила и в очень высоком темпе бежала, убегала, но вот после того, как все-таки в конце ее не хватило, она сейчас уже более, так сказать, такую грамотную тактику, и начинает вот так вот спокойно, в конце группы, и уже в конце только соревнований, если есть и силы, естественно, а у нее их все-таки достаточно. А мы увидели ее бег на полумарафоне в Англии, одном из престижных полумарафонов, где она показала, что соло-бег она может очень хорошо продемонстрировать. Нет, без вопроса. Показала свою готовность там тоже хорошую. Да, я имею в виду единственное, что там, который мы видели, там соперников не было для нее, фактически. Я про это говорю, она вышла и пробежала в своем темпе. Там, кстати, мы видели и Елену Прокопчук, она тоже там стартовала, готовилась, как один из турниров был показать свою готовность, проверить свою готовность. И вот мы видим сейчас этих девушек здесь, на Нью-Йоркском марафоне. Надо сказать, что Нью-Йоркский марафон – это завершающий марафон из самых крупных марафонов этого года, из золотого уровня. Этих марафонов шесть, по которым считаются очки, мейджор-марафоны. Это Токио, Лондон, Бостон. Ну что ж, закончилась реклама. Впереди проругальская спортсменка Марьейра. Сара Марейра. Ну и вернувшись, скажем, что вот те шесть марафонов, которые проводятся в золотой серии – это Токио, Лондон, Бостон, Берлин, Чикаго и Нью-Йорк, которые мы сегодня видим, по сумме этих очков в категории и мужчин, и женщин разыгрывается весомый приз в 500 тысяч долларов. На сегодняшний момент в этой серии лидирует у мужчин Кипчоги, или вот 50 очков у него, у женщин Марьи Дебабе. Ну, скажем, что эта серия завершится в Токио, по итогам двух лет она проводится. И интрига существует, потому что на сегодняшний момент безоговорочного лидера ни у мужчин, ни у женщин нет, так как сегодня Десиса стартует, и если он выигрывает, то он по количеству очков догоняет Кипчоги. Но опять же, если он выигрывает, если не выигрывает, то тогда Кипчоги становится безоговорочным лидером, и приз получает он. Полный подсчет очков будет в Токио. На токийском марафоне, который пройдет в феврале следующего года. А завершающим марафоном этого года является Нью-Йорк. Да, и вот в случае, если Десиса, как объясняли организаторы этой серии, если Десиса догонит все-таки люди Кипчоги, то придется экспертам уже выбирать. Почему? Потому что там два у них критерия. Кто больше побеждал в очной встрече, они не встречались. Или кто больше побеждал на крупных марафонах, которые входят в шестерку, что здесь тоже одинаково. Поэтому, в общем-то, будем ждать, что произойдет сегодня на финише. Но мужчины, я еще расскажу, стартуют чуть позже. И еще раз хочу напомнить, что у нас группа ВКонтакте Евроспорт ЛА. Так что, если у вас есть вопросы, пишите. Хочу сразу сказать, что мы договорились. Чуть позже мы сделаем пару звонков. И хочется надеяться, что у нас удастся созвониться с Людмилой Петровой, которая побеждала в Нью-Йорке в 2000 году. С Любовью Демисовой. Очень много раз. Да, ну, в общем, что говорить, была рекордсменкой. То есть, тоже выдающийся бегунь в марафонском беге. Ну, а Владимир Башко, который вот сегодня с нами, мы просто еще тоже, может быть, у вас есть вопросы, как начинать подготовку к марафону. Пожалуйста, задавайте. И мы, в общем, пытаемся ответить. Сейчас мы уже много раз говорили, что, в общем-то, очень много любителей занимается, появляется очень много спортсменов, которые желают пробежать марафон. Ну, вот первый вопрос пока вот здесь нам показывают, как едут на колясках. Владимир, все-таки, вот как вы считаете, если вот любители начинают, начали бегать, вот все-таки сколько лет нужно готовиться, или сколько времени, боже, точнее, чтобы пробежать все-таки марафон? Как вы считаете? Конечно, на этот вопрос, естественно, очень сложно ответить, потому что что предшествовало тому, пока человек не начал заниматься? Может, у него хорошая психическая подготовка была или занятие другим видом спорта? Это один вариант. Если он не занимался и просто любитель, то, конечно, нужно несколько лет очень плавно потратить на физические упражнения, на подготовку ног, на функциональную подготовку и очень мягко, последовательно, не спеша пройти этот путь. И здесь самое важное, конечно, что нам нужно понимать, что первые успехи приходят очень быстро. Прогресс в беге, он быстрый до какого-то уровня. Но если вы на этом этапе не занимаетесь общей физической подготовкой, не укрепляете ноги, не делаете, ну, такую, скажем, специальную силовую подготовку для марафона, мягкую, не готовите мышцы и пресса, спины, мышцы, поддерживающие тело в пространстве, скажем, и силовые компоненты, то дальнейший прогресс будет очень сложен и травматичен. Поэтому уделяйте этому внимание и не только бегайте. Бег – это прекрасно, это очень хорошо, но чтобы получать от этого удовольствие, конечно, нужно потратить время для себя, для работы над собой. Ну, а что, Владимир, вот, говорите, укреплять, какие средства можно начинающему спортсмену применять в данном случае? Прыжковые какие-то или что-ли специальные упражнения бегуна? Начинающему спортсмену нужен большой круг общеукрепляющих упражнений. Он должен быть широкий. Чем спортсмен становится сильнее, тем этот круг немножко сужается и идёт в сторону специальных упражнений. Но на первом этапе это те упражнения, которые, как я сказал, первые поддерживают правильное положение тела в беге. Это мышцы пресса, это мышцы спины, это боковые мышцы, это, естественно, мышцы, связочный аппарат, колени. Сами прыжки нужно уже делать, я считаю, на втором этапе, потому что это всё равно достаточно стрессовая работа для организма, и к ним тоже нужно подойти подготовленным. То есть сразу не нужно включать прыжки? Не нужно включаться, чтобы не травмироваться. Всё нужно делать. Главное – это закон постепенности, принцип постепенности. Ну а вот, допустим, скажем, для укрепления стопы, допустим, традиционные такие поднимания на носке, опускания, на ступеньках. Это как? Конечно. Это очень хорошо. Это как раз-таки нетравмирующее упражнение. Это и, как называемые так, крабики, когда человек идёт по ковру дома по дороже. То есть продвигаясь за счёт пальцев. За счёт пальцев, потому что все связки стопы… То есть укрепление свода, да, стопы? Да, это очень тоже важно. На носках ходить, на внешней, внутренней части стопы. То есть это всё очень важно. Во-первых, это и массаж стопы. В стопе очень много зон, которые в организме от стопы идут. Иннервация всеразличных зон, которая выходит на стопу. Это своеобразный массаж. Ну и стопа – это то, через что мы бежим. И, как говорят, стопа – это единственный такой орган, который не должен уставать, который нас всю дистанцию и держит, и продвигает вперёд. Она должна быть и упругая, и сильная. Если человек садится на стопу, как говорят спортсмены, то всё, он уже просел, и биомеханика движения уже поломана. Это одно из ключевых звеньев. Ну, а вот понятно. Если так, какие-то ориентиры дать. Как, например, сколько времени уделять подготовке организма, и опорного аппарата, и бега? Сколько вы должны, допустим, по времени, допустим, если сочетать, всё-таки уделять? В одном тренировочном центре? Нет, ну, вообще. То есть, всё-таки это же требует времени, да, ведь укрепление? Ну, я не знаю, полчаса в день, допустим, да? А в это время, ну, и в это время, или чуть раньше, то есть, вот сколько бегать сразу можно, так сказать, всё-таки? Или начать, как здесь, начало там? Начать, я не знаю, 5, 10, 20 минут постепенно. И, а сколько в это время делать вот этих упражнений? Как вот, ну, просто вот это соединить всё с бегом? Ну, что соединить, это, вы правильно сказали, это нужно делать обязательно. Совет сейчас, скажем, дать такой полноценный, очень сложно, потому что все приходят с разной подготовленностью. Но пропорционально, как говорят, вот сколько времени вы проводите в беге на дорожке, хотя бы половину этого времени нужно провести. Ну, вот, по крайней мере, это хороший ориентир. Чтобы это понимали, особенно на первом этапе. И распланируйте свой примерный цикл подготовки на определенные блоки. Готовитесь, вы поставили задачу через год пробежать марафон. Для себя даже, если у вас нет тренера. А года это достаточно, в принципе? Если человек только начинает заниматься, это недостаточно. Недостаточно. Это несколько лет. Но я говорю о человеке, который уже пробегал на соревнованиях полумарафон, 20 километров достаточно легко на тренировках пробегает, и он хочет выйти, для себя пробежать марафон. Я просто говорю о периодичности, периодизации этого процесса, что для себя распланируйте, там, два месяца вы занимаетесь физической подготовкой, которая потом будет перетекать немножко в другую скорость. И поймете, что сколько времени вам необходимо подготовиться к марафону, на каком этапе что вы будете выполнять. И постепенно, от дня к дню, идите к своей цели. Тогда все получится. Главное, не форсируйте. И знаете, что если это все делать постепенно, то нет ничего невозможного. Ну вот возвращайся, все-таки первое. Для одного года мало. И все-таки именно для начинающих. Я почему же все-таки хочу, чтобы они не торопились стартовать в марафоне. То есть все-таки сколько тогда получается? Ну два года, уже все-таки двух лет. Все-таки достаточно будет подготовки к марафону для начинающих спортсменов? Ну и такой средний уровень, допустим, возьмем. Или мало? Через два года человек, конечно, абсолютно точно способен пробежать марафон. Ну вот, по крайней мере, ориентир для начинающих, чтобы они не торопились. Вот два года, по крайней мере, нужно готовиться. Это вот хороший стимул. Но сейчас вот небольшая реклама. Ну вот так вот только что спортсменки пробежали в питательный пункт. И вот по-прежнему впереди портал Камарейра, Кристель Данай. Кстати говоря, напомню, что Данай в прошлом году стала чемпионкой Европы в марафонском беге. Ну, пока все остальные претенденты на победу, естественно, находятся в группе, потому что пробежали еще порядка, вот здесь показано, 6 километров. Седьмой бежит Мирга, Прокопчук. 17, 21. Первые 5 тысяч метров. Первые 5 километров, 17, 21. Ну вот время идет до основной группы. Мы видим табличку Итуфа, Китани, Кипьего, Прокопчук, Фьент. Все здесь. Ну, темп, скажем, не столь высок пока. Достаточно комфортный, по-моему, для всей этой группы. Ну, потому, видимо, и бегут европейки впереди, да? Ну, вот если помните, Сергей, вот когда мы смотрели марафон английский, там то же самое было. Сначала, начало было очень медленное, потом Кипьегон, по-моему, посмотрело. И сделал ускорение. Здесь пока тоже события развиваются очень медленно и спокойно. Никто не хочет взять на себя. Ну да, поскольку без бейсмейкеров проходит марафон, в основном идет тактическая борьба. Ну, вот, кстати говоря, тоже вот многие сейчас марафоны стараются не делать помощь своим спортсменам. Ну, с одной стороны, вроде бы говорят, что это более честная борьба, здесь уже встречаются, никто не мешает. Ну, а с другой стороны, что все-таки для высоких результатов, все-таки, по-моему, это неплохо, когда есть бейсмейкеры. Конечно, они показывают возможности человека, наверное. Поэтому, если везде убрать, наверное, тоже будет неплохо. Пусть какие-то марафоны, вот в частности, да, ради бога, но, к сожалению, вот сейчас в Чикаго тоже не было бейсмейкеров, и результаты, увы, в общем-то, не были высокими. Да, там, ну, в конце, собственно, в конце вот эта тактическая борьба всегда есть. Есть ли бейсмейкеры, нет ли бейсмейкеров, там, от этого ничего как бы не изменилось. Но все равно, наверное, и, собственно, и зрители, и спонсоров все-таки привлекают, прежде всего, результаты. Конечно, безусловно. Поэтому, мне кажется, так совершенно полностью отказываться, тем более, что вот на Олимпийских играх, на чемпионатах мира пейсмейкеров нет, и вот здесь, пожалуйста, так сказать, да, показывайте свою силу. Да, в какой-то момент они же тоже разделили мужчин и женщин, раньше они вместе бежали. Один шаг был сделан. Теперь следующий шаг – это убрать пейсмейкеров. Хотя не все марафоны от этого отказались, и все-таки высокие результаты. Нет, не все, это просто начинают. Лондона и еще ряда марафонов. Вот я имею в виду, вот один из крупных, вот это Чикаго, вот сейчас. Слава Богу, что Берлин. Европейские марафоны все-таки оставили пейсмейкеров, которые очень хорошо и видны на трассе, их видно, и они разграничены. Ну, а то, что касается у женщин, единственный тут плюс, что вот когда они бегут, на мой взгляд, естественно, когда они бегут раздельно, что, по крайней мере, мы видим особенно, ну, собственно, и в начале, и потом, когда переключаемся на них, мы видим именно их, их борьбу. Потому что, когда вот идут смешанные забеги, там и мужчины, там, ну, немножко все перепутывается, как бы перепутывается. Вот, но, тем не менее, уж не настолько мужчины, которые бегут рядом, не настолько они уж так прям помогают, как будто бы, так сказать, если бы их не было, прям результат значительный, драматический бы упал. Мне так кажется, что помощь там есть, ну, конечно, может, психологическая какая-то, но не настолько. Мне кажется, чтобы уж прямо, как сейчас вот тоже, ведь тоже хотят регистрировать, ну, в смысле, уже начинают регистрировать рекорды с участием пейсмейкеров. Ну, в смысле, в данном случае про женщин. Разграничить, разделить. Да, отдельных, так сказать, но ведь теоретически нельзя ведь исключить такой вариант, что нет официальных пейсмейкеров, но, допустим, мы договорились с кем-то, с другом, да, что я сегодня тебе помогу, да, в следующий раз ты тоже, ведь, фактически он является пейсмейкером, поэтому тоже, вот, и здесь, с другой стороны, более слабый бегун, бегжи с сильным, и сильный для него является пейсмейкером, то есть здесь вопрос довольно-таки непростой. Ну, здесь, конечно, для сильных бегунов, мы только о них говорим, когда нет пейсмейкеров, тогда их просто нет. Для, скажем, из 20 человек, для 5 нет пейсмейкеров, для остальных 15 есть. Ну, для остальных, хотя они есть. В этом плане да, но, конечно, момент зрелищности, что женщины бегут отдельно, это, безусловно, большой плюс. Мы их видим, когда в группе мужчин это всё происходит, там уже просто мы смотрим иной раз конечный протокол, и по нему узнаём, кто сколько пробежал, какой результат показал, и всё. Ну, это вот нам показывают интересные цифры, сколько вот туалетов было, видите, более полутора тысяч на старте, сколько бумажных стаканчиков, сколько полутора миллиона официальных фото сделано, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, по этому поводу можно сказать, наверное, более информативно будет информация, что в том году марафон закончили более 50 тысяч человек, там порядка 30 тысяч мужчин и 20 тысяч женщин. В этом году, я думаю, что не меньшее количество людей зарегистрировано, потому что это один из тоже таких крупных марафонов, известных марафонов, имеющих очень большие длинные традиции. Это праздник города, и заявка на него заканчивается уже задолго до начала самого марафона. Ну, и вот как во время репортажа Сан-Сердама Виселав Шабунин говорил, что вот Нью-Йорковский марафон, он стал, в общем-то, одним из символов города, в общем, Нью-Йорка. И, в общем-то, это здорово. Ну, и вот нам сейчас, поскольку через пять минут уже будут стартовать мужчины, вот, пожалуйста, главный претендент Уилсон Кипсанка, о котором мы говорили, Лисе Ди Сиза, Мепке Флезиги, американский атлет, который победил в 2014 году в Бостоне и побеждал и в Нью-Йорке. Ему уже 40 лет, он первый раз как ветеран выступает. И вот Стэнли Бивот очень интересно посмотреть, потому что, кто смотрел наш репортаж вот из «Большой северный бег», вот этот полумарафон, который мы видели, где он состязался с самим Мофарой, и он проиграл ему, но восхищает ведь то, как он пробежал пять километров после десяти за 13.44, то есть потенциал-то его тоже очень велик, 59, сколько он, 24 где-то пробежал. Вот, ну и Джоффри Камварор, еще один интересный спортсмен, он чемпион мира по кроссу, и в этом году мы видели его на чемпионате мира, где он все-таки вместе со своими товарищами пытался, Мофару, беги на 10 тысяч метров, все-таки как-то немножко потрясти, и все-таки они достаточно быстро, 13.40 начали в условиях жаркой погоды, и результат 27.01, конечный, в общем, был достаточно высокий, но оказалось, что... И погода была хорошая именно во время старта, но он не давал продохнуть Мофаре всю дорогу. Ну да, то есть они старались, может быть, в этот раз не получилось, вот, но сегодня он дебютирует в марафоне, что очень интересно, и очень интересно. Это фрагменты того года показывают нам. Ноябрь 2014 года, где, как мы говорили, Кипсанг одержал, ну, не безоговорочную, но победу. На финише он оказался сильнее. Да, 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 именно финиш здесь решался, хотя у Дисизы, в общем-то, были результаты на короткие дистанции более высокие, и он пытался, пытался, но Кипсанг своими длинными ногами все-таки сумел. Будет ли повторение в этом году? Убежать, да. Того сценария, сценария того года. Вот, но в Лондоне в нынешнем году, весной, в апреле, ничего Кипсанг с Ильюдом Кипчоги поделать не мог. Все-таки чемпион мира 2003 года, беги на 5000 метров, Ильюд Кипчоги сейчас стал, в общем-то, великолепным марафонцем. Ну вот, сегодняшняя вот интрига такова. Сумеют ли Китания и Кипсанг, победители прошлого года, вновь победить? Хотя во всех интервью Кипсанг говорит, что он очень хорошо готов и приложит все силы для победы здесь, и он верит в свою победу. Погода, опять же, вот в этом году хорошая, видно, что, да, достаточно прохладно, но безветренно пока. Настоящая марафонская погода. Вот на старте как раз Кипсанга показывают. Вот Камварор, Диссиза, вот, собственно... Только Диссиза в другой форме бежит, в том году он бежал в форме другого бренда. Ну, в этом году у нас... Ну, вот, получается, что, вот, видите, вот разные фирмы на спортсменах мы видим, но, в общем-то, цвет такого одного, как бы... Оттенка? Да, ну, я имею в виду, поэтому, все-таки, ну, вот, я увижу, вот, Меп Кефлесги, да, вот он явно и отличается. Все-таки, тоже, вот, и много раз мы замечали, что, вот, когда на коммерческих соревнованиях, особенно кеницы, выходят и все в фиолетовых майках, да, в майках. И, в общем, весьма сложно. Вот эти номера, которые на груди, все-таки, это не всегда показывают очень близко. Поэтому есть в этом, конечно, для зрителей. Можно сказать, что стартует, и его очень сильно и анонсировали, и он известен на слуху, на слуху японский бегун, любитель Юки Каваучи, который стартует очень часто и очень много, но в этом году у него, говорят, были и писали определенные травмы. Ну, сегодня мы его увидим, ну, или увидим, но на старте он заявлен. Также бегут здесь европейцы, естественно, представленные чемпионом Европы в марафоне. Это Даниэль Меуччи, Андрей Лали. Да, интересные итальянцы, да. Ну, естественно, когда здесь бегут экипсанг Диссиса, здесь, конечно, им объективы камер на них наведены, но все равно мы верим, что Европа тоже будет продвигаться в марафоне вперед. Да, еще раз скажем, конечно, очень интересно, как сегодня свою тактику бега и силы разложит по дистанции дебютант марафона Джеффри Камварор, который очень здорово бежал в Пекине. Очень хорошо пробежал, только Мафара на финише, конечно, блистательно выиграл эту дистанцию. Но они смотрелись очень хорошо, кенийцы, своей фронтальной тактикой бега. Ну, сегодня мы увидим его здесь, на шоссе города Нью-Йорка. Остаются считанные минуты до старта. Сам по себе Нью-Йоркский марафон очень известный. Здесь стартовали практически все звезды марафона, если посмотреть по годам. Стартовали. Это и Альберто Салазар здесь выигрывал. Да, любую звезду назвать, которая когда-то блистал, они все появлялись в Нью-Йорке. Ну что ж, вот отправились в путь спортсмены. Ну, здесь, естественно, такое огромное количество, 50 тысяч, тут несколько волн. Здесь все прекрасно организовано, несомненно. Я думаю, что наши участники там тоже есть. Это не топ-бегуны, которых мы знаем, а наверняка. У нас сейчас очень сильное любительское движение. И я думаю, что наши представители однозначно там есть. Они стартуют. Ну, этот стартовый сейчас, старт растянется на длительное время, потому что стартует группами. Но пробегая линию, идет отсечка, и поэтому сам старт у них немножко отсрочен по времени. По тому году само, скажем, закрытие трассы, сам марафон, он был ограничен более четырьмя часами. Четыре часа, там, двадцать с чем-то минут, по-моему. Потому что устанавливается все равно определенные сроки этого марафона. Но это, наверное, уже все-таки от последнего стартовавшего. Да, конечно, да. Потому что пробегая линию, у них у каждого есть свой датчик, и по которому уже идет засечка по времени. Также каждый участник, входя на портал Нью-Йоркского марафона, может посмотреть через время все свои отсечки по километрам, там, пять, десять, пятнадцать. Ну, как правило, в Америке это в милях все происходит. Но всю информацию он может получить. Как мы уже говорили, к сожалению, сейчас нет, в Нью-Йоркском марафоне не участвуют ни мужчины, ни женщины с России, пока мы их не видим. Ну, это, к сожалению, тенденция сохранилась на всех крупнейших марафонах этого года. В каких-то марафонах участвуют наши женщины. Вот не так давно, буквально неделю назад, у нас пробежали, наша девушка пробежала 2.24 марафона. С Ардена Трофимова. Да, с Якутии. Показал очень замечательный высокий результат. Это второй результат в этом году, который в России показали. Ну, здесь пока мы не представлены. Будем надеяться и верить в то, что эта динамика изменится. Возвращают нас на старт, не на старт, а... В забег женщин. В забег женщин. Вот лидирует Эгиз Туфа, известная. Ну, а в этом году она вот блестяще в Лондоне, видите, пробежала. Как раз нам напоминает. Да, пункт питания. Одна из... Выиграла. Кипьегон. Квестижный марафон. Группа уже стала меньше. Группа стала уже рассыпаться. Ротички Пьега Мирга. Мирикитани. Китаянка Динг. Джептун. Ну, пока все основные лидеры находятся в группе. Немножко отстает. Прокопчук. Прокопчук. Вот сзади видим. Она еще пока... Она хорошо знает трассу. Ну, Нью-Йоркский марафон никогда не считался легким марафоном. Много мостов. Там есть подъемы, да, спуски. Вот благодаря... Ну, из-за этого. И все-таки результаты не столь, по сравнению с другими марафонами, здесь всегда высокие. Ну, а тут я понимаю, что Елена-то прекрасно знает трассу. И, видимо, тоже вот это учитывает. Конечно, когда человек многократно бежал этот забег марафон, он знает все его хитрости, тонкости, что ее ждет. Как говорится, за следующим поворотом. Так, ну, это вот в этом году был Нью-Йоркский полумарафон традиционный. Вот как раз Алике Пьего здесь одержала победу и свой потенциал показала. И вот вы видите, вот она здесь, в зеленой майке, бежит среди лидеров. Ну, это интересно, присутствие китайской спортсменки. Также пока Сара Морейро не снимает с себя время лидерства. Хотя вот такое ощущение, как будто ветер дует, потому что все пытаются за ней укрыться. Никто не хочет выходить, и не такой линии, не таким фронтом они бегут, а более в линию. Сгруппировались девушки. Туфа Кипьего вплотную за спиной находится у Сары Морейро. Китаянка Динг. 34, 27, 10 километров. Ну что ж, вот уже мужчины скоро подбегут к отметке 3 километра. Ну, здесь большая группа, и вот сейчас мы уже узнаем. Ну, собственно, мы узнаем, наверное, отметки 5 километров, уже настоящую скорость. Ну, а то у женщин просто так быстро перед рекламой показали нам 10 километров, 4, 27. И вот на вторые 5 километров спортсменки потратили меньше времени. То есть 17, 21, 17, 0, 6. Темп ускорился, и вот, видимо, этим и объясняется, что группа лидирующая стала уже разрываться. Ну, а здесь вот хорошо видно слева Мепке Флесги, Санки Псанк, Меуччи, чемпион Европы, рядышком с ним. Эфиок Цегай, Бивот в желтой майке. Ну, как, в общем-то, известно, марафон это долгое. Ну, а вот, конечно, красиво на этом мосту, да? Какая массовость этого забега. Такая марафонская река течет. Ну, как раз и сможем... Два уровня. Да, не только сверху, но и сбоку наблюдать. Это действительно праздник бега в Нью-Йорке. Если сказать на сегодняшний момент лучшие результаты в сезоне, которые показали женщины, то на сегодняшний момент лучшие результаты 2.19.25 Кипрона показывала. Мэри Дибаба 2.19.52 имела. Мирга 2.20. 2 часа 20 минут 2 секунды. Кибу 2.20. Ну, и дальше уже идет достаточно кучные результаты у женщин. У мужчин тоже очень кучные результаты, но уровень результатов начинается 2.04.00. Элиус Кипчоги имеет. Кипсанг 2.04.47. Киптани 2.05.21 секунды. Ну, и дальше уже результаты спускаются очень кучно. До 2.06.00 очень много результатов. Возвращают нас к женскому забегу также Сара Морейро. Пока в лидерах. Эта группа образовалась и уверена, пока катятся они к отметке. Вот сейчас пробегают 12 километров. 42 минуты 12 секунд. Пока такое текущее время. Ну, что касается Сары Морейро, вот несколько слов про спортсменку. Личный рекорд у нее достаточно высокий. 2 часа 24.49. И показан в этом году, между прочим, 3 мая в Праге. Так она пробежала. В прошлом году в Нью-Йорке Сара была третьей. Что тоже очень здорово. 2 часа 26.00. Тогда она пробежала. Ну, достаточно высокие результаты у нее на коротких дистанциях. 14.54, 72 на 5 тысяч метров. 5 лет назад показано. Вот беги на 10 тысяч метров. Личный рекорд 31.12.93 в этом году. Что, в общем-то, более информативно. Сару Морейро мы видели на многих европейских кроссах, на дорожке. Эта девушка уже очень давно стартует. И стартует регулярно, на высоком уровне. И как вот у нее такая фаза спортивного совершенствования, это уже марафон. Ну да. Человек подошел подготовленный к марафону. И, собственно, ей вот совсем недавно, менее месяца, 17 октября, собственно, две недели там с небольшим, исполнилось 30 лет как раз. Хороший возраст для реализации себя в марафоне. Ну, а в Португалии, конечно, очень хорошие традиции. И стоит вспомнить Карла Лопеша, да, знаменитого олимпийского церкового смена мира, который очень долго, который также прошел дорожку, бег 10 тысяч метров. И потом уже в очень хорошем готовом состоянии, на беганности, он стал бегать марафон. Но раньше это было более естественно. Сейчас, конечно, многие перепрыгивают вот именно эту грань, сразу начинают бегать марафон, не имея за плечами хороших результатов, подготовки, реализации на дорожке. Иногда это хорошо, но чаще все равно это очень скоротечно заканчивается в марафоне. Даже человек реализует себя, мне кажется. Но все равно должны быть определенные столпы такие, точки отсчета, куда нужно возвращаться, где критерии должны быть мощности и емкости для того, чтобы реализовывать себя в марафоне. Как уверенность сегодня смотрится на первую половину дистанции Сара Морейра? Ну, чувствуется настрой, настрой очень хороший. Нужно сказать, что она несколько таких, уж и точнее не несколько, а три полумарафона. Ну, давайте даже начнем сначала. Она, беги на 10 тысяч метров, бежала ведь на чемпионате мира в Пекине, 32.06, 12 место. А затем 20 сентября полумарафон, час 10.42, была второй. Затем в Глазго 4 октября, час 10.23. Ну, 18 октября в Лиссабоне полумарафон, седьмое место, час 16.28. Здесь понятно, что это оставалось совсем немного. И здесь она уже чисто, вот, может быть, как раз в марафон, как бы имитируя начало для марафона, она бежала. Но все-таки такая хорошая соревновательная практика, я считаю, для подготовки к марафону. И видно движение, развитие ее качеств. Вот, Елена Прокопчук все равно находится в группе. Сначала нам казалось, что она немножко отстала. Нет, она контролирует, не теряет контакт с лидирующей группой. Опыт есть опыт. Ну вот, а вообще, если что касается Сары Морери, это уже 21-й старт у нее в этом году, что для бегуни на марафон и полумарафон достаточно, в общем-то, много. Не так, вряд ли кто может так много спортсменов похвастаться, да, таким количеством. Она и в кроссах участвовала, и вот беги по шоссе, и на дорожке, в общем-то, широкий, широкий очень диапазон. Ну, что сейчас импонирует и для спорта, и для зрителей, и для самих спортсменов, то очень хорошо, что большинство спортсменов, европейских, американских, мы видим, мы прослеживаем всю динамику по сезону. Мы видим, где они стартуют, как они стартуют, какие акценты ставят, исходя из того, на каких дистанциях проводятся соревнования, где они стартуют. И открывая, например, соревновательный лист какого-нибудь спортсмена, можно проследить и даже зная примерно направленность работы, понять, когда он что хочет сделать. Это очень интересно и правильно. Так, мне кажется, и должно быть. Спортсмены не должны быть спортсменами одного старта, готовиться к одним соревнованиям только, и на этом сезон заканчивать. Все-таки нужно разнопланово стартовать и готовиться, выступать. Дисиза сделал ускорение, чтобы успеть свою баночку. Или не его оказалось, что ли, он получился? Не успел. Он, по-моему, пробежал свой столик, потому что у элитных спортсменов свои бутылочки все подписаны. Они берут не любую какую-то бутылочку, они могут взять воду для общих, общие столики есть, но в основном у них свои бутылочки, и они уже подбегая знают, как она написана, яркими фломастерами, лентами отмечено. У каждого свое, и они берут. Я помню как-то, помню, слышал информацию, что Паула Ретлиф, когда она готовилась к марафону, она брала образцы пота по дистанции, проводила какой-то контрольный бег или что-то, и на каких-то отметках, 5, 10, 15, 20 километров, брала образцы пота, чтобы знать, какое количество минералов теряется, чтобы на основании этого сделать питьевые напитки. Да, это уже совершенно другой уровень подготовки. И была информация, что она очень много денег тратила, до 20% от своих призовых денег на разработки, на науку. Да, ну вот сейчас снова у нас перерыв маленький, Нариколай, потом мы продолжим, очень интересно. Ну что, вот так мы в Кефлесге готовятся к старту. Нет, это после победы. А, да, когда он выиграл. Да, после своей победы в Кефлесге показал, что он у нее есть силы, и вот, собственно, мы это и видим, что в 40 лет он вновь в лидирующей группе. Конечно, тоже удивительный, удивительный спортсмен. Конечно, всегда вызывает восхищение. Лучший американский марафонец, да, на сегодняшний момент. Ну, конечно, вот по результату есть Райан Холл, который имеет более высокие результаты, но все-таки, вот, к сожалению, они пошли сейчас на снижение, и нет той вот стабильности, как у Меба. Ну, а вот мы говорили уже, что мы сейчас связываемся с Людмилой Петровой, одной из лучших бегуней на марафонскую дистанцию России. Людмила, вы нас слышите? Алло, здравствуйте, да. Напомню. Алло. Напомню. Людмила, вы слышите нас? Да, да, здравствуйте. Да? Добрый день. Или у вас утро? Я напомню, что Людмила живет сейчас в США. Здравствуйте. Алло, Людмила, слышите? Здравствуйте. Да, да, да. Как вы нас слышите? Ну, вроде хорошо. Вот, Владимир Башко, вот и Сергей Тихонов, мы в студии «Вероспорта» вас приветствуем. Вот я напомню, что Людмила много раз участвовала в Нью-Йоркском марафоне, не просто участвовала, а с большим успехом. В частности, в 2000 году она одержала замечательную победу 2.25.45. Ну, и также была неоднократно призером и Нью-Йоркского марафона в 2008 году, и в Лондоне была второй в 2006 году, и в 2004 году. В общем-то, прекрасное выступление. Людмила, вот давно мы, в общем-то, не видели наших девушек на пьедесталах. Расскажите, вспомните, как вот не все, конечно, помнят, что 15 лет прошло. Как это было? Как вы выиграли в 2000 году? Ну, вообще-то, конечно, у меня был как бы и первый успех в моей жизни в марафоне, потому что я как бы пробежала по-личному и выиграла и самый такой крупный марафон. То есть мое имя Нью-Йоркский марафон как бы создал, так вот. Ну, а как проходил этот, да? Ну, это, наверное, вы знаете, как получилось. Вообще, наверное, мне еще помог Леня Шлисов, он у нас был пейсмейкером тогда. То есть тогда вместе убежали женщины-мужчины, да? Не вместе бежали, просто он был с Зайцем, пейсмейкером для нас. Получается, его поставили, и он до конца почти, до 35-го, по-моему, даже бежал. То есть он уже, вот мы с ним бежали всю дорогу, то есть он меня тащил на этот результат. Это он бежал после Олимпийских игр, потому что он же на Олимпийских играх стартовал в 2000 году. Ну, да, вот его как бы пригласили, как бы с Зайцем бежать там, и вот он побежал. Ну, вот он уже после 35-го сказал Людмила, что я больше не могу, давай даже одна. Ну, а вы в это время только одна бежали впереди, или еще была компания женщин? Просто напомните, сейчас уже... Ну, вот как бы, вначале мы бежали Французской Феофоне, она была победительностью в 99-м году. Угу. И после 35-го я уже начала убегать. А, то есть уже в одиночку. Я начала убегать, работать, на темп, на темп давить, потому что у меня, как бы, скорости такой нет. Из-за этой скорости я вот в 2009-м году проиграла 2.29, наверное, пробежала Дерашту Сулу, у нее на 10 километров, что не знаете, она там... Ну, да, 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 скоростная на 10 километров, вот. И как я убежала, так и получилось, я прибежала, как бы, первое, но в конце, мне говорят, если бы было еще километра два, возможно, Французская Феофоне догнала бы, она уже начала нагонять. Ну, это уже, как бы, уже неважно, да. Да. А сколько половины тогда была марафона, не помните, у вас? Сколько было марафона? Нет, половина, половина дистанции тогда, сколько? О, я сейчас не помню, может быть, не помню. Неважно. Ну, вот я еще хочу нашим зрителям сказать, что в 2006-м году у вас был и рекорд России, 2 часа 21 минуты 29, это в Лондоне второе место, собственно, это и ваш личный рекорд. А как он, в общем-то, какие воспоминания об этом беге? Ну, хорошие, без себя, хорошие воспоминания. Я просто была очень хорошей в форме, я могла даже быстрее пробежать тот год. Просто на марафоне очень трудно рассчитывать как-то все силы, вот так вот, до конца, чтобы выложиться. Если там есть силы, в конце вроде бы, ты работаешь, а вот так вот, чтобы полностью по дистанции, потому что еще не знаешь. Вроде готов, а бывает иногда, что вот, начинаешь терпеть после полмарафона, и все. Когда ты в форме, всегда просто бежишься. Конечно, когда идут отец, то есть это была отличная форма. Но как прийти в эту форму? Как вот ваш рецепт, секрет, в чем? Ну, вы знаете, вот секрет в чем. Конечно, я очень хотела иметь тренера, то есть для того, чтобы профессионально готовиться, нужен тренер. Профессиональный тренер, профессиональный атлет, то есть все профессионально должно быть. Профессиональный доктор там, то есть все, массаж, все должно профессионально быть. Ну вот, получается, я как сама себе была тренером и сама себя тренировалась. То есть вам никак во время вашей большой карьеры так и не удалось найти такого человека, да? То есть, да. У меня вот, знаете, боль в душе. Вот вроде бы я результаты имею, а вот так не реализовала себя в том, что я на линейских играх, как бы, на таких остальных статах ничего и не показала, получается. Понимаете? Вот у меня осталось. Я же могла бежать. И вот эта вот боль, это в тренере, я думаю, мне нужно было в свое время найти персонала тренера и попробовать готовиться, и какую-то медаль на Олимпиаде все-таки иметь. Я могла. Вот это у меня боль осталась, что я не смогла. Понятно. Ну, я напомню, что вот восьмое место в 2004 году Людмила заняла, но была шестой на чемпионате мира, где беги на 10 тысяч метров. И хотел еще сказать, вот Людмила, вы же тоже пришли к марафону не сразу, ведь вы тоже начинали с бега даже на 1500 метров, там, 3000, 5000 метров и 10 тысяч, все-таки 31-36. Сколько лет вот вы перед марафоном выступали вот на средних, длинных дистанциях? Вообще-то это было, конечно, начало. Я в 1994 году начала, и я в 1996 году уже на Олимпиаду попала. И первый марафон у меня был в 1997 год в Бостон. А, ну все-таки, ну, ну, то есть три года все-таки, как бы, вы... Да, ну, получается, недолго. Я, как бы, ну, не так вот, как бы сразу встала, конечно. На ноги еще не встала, я начала марафон бегать. Немножко можно было еще скорость поднять. Я могла 5 километров хорошо быстро бегать. Ну, вот так сложилось. В 1998 году я пробежала в марафон. Я никогда не думала, что я буду марафон бегать, потому что... В 1997 году, когда я в Бостон пробежала, я себе решила, я никогда не буду, потому что это не для меня. Ну, да. А в 1998 году я пробежала в Москве по рекордовой трассе и не тренируюсь. Мне просто тренер говорит, давай, Люд, вставай, пробеги просто. Если будет тяжело, сойдешь. А я так пробежала, выиграла и рекордовой трассе, как бы, показала. И лица такой неплохой для меня был. Это после 2.40, 2.31, как-то я там пробежала. То есть я задумалась так, думаю, ну, что ж такое вообще. Я не тренировалась, так пробежала, а если я потренируюсь? Ну, вот потихоньку я, как бы, и перешла. Понятно. А еще хотел такой вопрос. Вот вы в тренировке использовали такие длительные пробеги 40 километров и, может быть, больше? Да, конечно, я даже 45 бегала. Даже 45? А, насколько быстро? Я очень, очень объемно. Я очень объемно работала. Меня вообще удивлялись. Ну, а сколько, вот, скажем, примерно, там, вот, ну, во время подготовки, недельный или месячный, может быть, километраж? Какой примерно был? Ну, знаете, недельный у меня даже было время такое, что я по 200 километров бегала. Понятно, понятно. А Людмила, а скажите, вот... А так, а так, в основном, 180, 190 всегда выходило. А когда вы говорите, что не готовились к марафону и пробежали 2 часа 31 минуту, в тот момент какой у вас объем недельный был примерно? Как это получается у нас, значит, ну, наверное, как вот где-то 150-160, вот так вот. Ну, все равно достаточно большое. Без подготовки. Ну, да. Ну, то есть не на марафоне я готовлюсь. Объемные я не делала тренировки. Просто скоростные как-то вот, как на 10 километров. Ну, все равно хороший уровень эробных возможностей. Ну, а, да, и вот эти 45 километров-то с какой скоростью вы бежали все-таки? Ну, я имею в виду, что это просто такая легкая тренировка. А, ну, все-таки это длительный бег. Тренировки там, 28, да, 35, ну, да, вот так. Понятно. И еще последнее хотелось спросить. Вот, по-моему, в 2008 году вы бежали вот с Пола и Рэдклиффа, убежали от всех, да, Вить, по-моему? Да. Ну, и как вот тогда вам этот, все-таки это уже было, уже близко к окончанию карьеры, все-таки через 8 лет после победы? Как тяжело тогда было вам? Это, получается, опять я была в хорошей форме, это было опять в очень удачных местах, потому что 2.25.43 я пробежала по рекорду мира после 40. А, ну, да, рекорд. И вот через 5 лет, вот сейчас Никитенко и Ирина побила, в 2013 году, в Берлине, то есть, в Берлине, то есть, в Берлине, то есть, в Берлине и Нью-Йорке, как бы, они сравнительно очень разные травмы. Конечно, Нью-Йорк гораздо сложнее, безусловно. Да. Ясно. То есть, это вот 2 парта у меня в Нью-Йорке, которые вот мне дали, получается. 2000-е и 2008. Самый главный, известный, а втором, рекорд мира после 40-х, это тоже там очень важный, да, да. Ясно. Людмила, вот у нас сейчас реклама приближается. Спасибо вам большое за включение и желаю вам успехов и неспортивной жизни тоже. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое. Удачи всем в Нью-Йорке. Спасибо. До свидания. Мы вновь на трассе Нью-Йоркского марафона. Мужская элитная группа. Значит, 31-31. Это временно на 10-километровой отметке. Вот он, десятым бежит Каваучи, о котором мы говорили, японский любитель марафонов, как он себя называет, хотя стартует очень много. Я, насколько понимаю, различия его по сравнению с профессионалами в том, что он категорически против заключения каких-то контрактов личных. Тренируется сам, при этом работает, зарабатывает деньги и стартует практически каждую неделю. Ну, по крайней мере, до этого, до его травмы. Стартовал каждую неделю и результаты очень высокие. У него диапазон там от 2,08 до 2,17. Как-то колебания происходят. Какие-то новые физиологические параметры. Ну, кипсанк немножко в сторону ушел. Сколько вот людей, да, столько и мотивации, да, можно сказать. Безусловно. У него такая цель в марафоне. Ну, вот, я уже говорил, 31-31, 10 километров. И вторые 5 километров 15-44. На 3 секунды, в общем-то, быстрее. Ну, практически одно и то же. Но, что касается женского забега, там 15 километров уже пройдено. 51-55, 17-28. То есть, чуть медленнее вот эти 5 километров. Ну, возможно, это связано с рельефом трассы. Ну, так вообще странное пока впечатление производит лидирующая группа, которые как-то так раз по сторонам. Обычно все-таки бегут плотно, и такой группой, а здесь... Показывают женщин, они бегут кучно. Ну, да. Чуть-то не в линию выстраиваются. Мужчины же, наоборот, растянулись по всему фронту. Кипсанк сначала бежал сам по левой части дороги, но сейчас к нему, как к магниту, подтянулась основная часть. Хотя дорога прямая, нет поворотов, что куда-то надо смещаться вправо-влево. Ну, видно, что скорость бега невысокая. Я думаю, что мы пока вот с таким бегом не можем ожидать высокого результата конечного. Относительно высокого, конечно, в районе 2.04 или там что-то около этого. Да, вот вспоминая просто разговор, я напомню еще, что Людмила Петрова была одной из наших лучших бегуней на марафонскую дистанцию. Была одной рекордсменкой России и рекордсменкой мира даже для 40-летних. Ну, вот обидно, конечно, да, вот что. Я помню, я с ней разговаривал еще и, ну, где-то вот после ее победы в юниорском марафоне. И тогда она жаловалась, что вот никак, то с одним попробуют тренером, никак не получается. Вот так, вот как она, видите, не нашла тренера, вот что ведь обидно, да. Вот что значит все-таки успех спортсмена зависит от вот этой совместной работы. Безусловно, когда и существует эта связка и взаимопонимание между спортсменом и тренером, потому что выполняется большой объем работы, эмоциональная, должно быть взаимопонимание, стремление к одной цели. И сейчас, конечно, важно присутствие и биохимии, биомеханика, если это есть, экономизация бега. То есть это весь аспект, когда собирается в кучу и все правильно, тогда высокий результат. Все-таки времена, как раньше говорили, захотел человек что-то доказать, уехал на Сыкуль куда-то, жил в палатке, вернулся и выиграл. К сожалению, сейчас это уже практически, нельзя сказать, что невозможно, но требует более точного подхода, более качественного контроля за подготовкой, за эмоциональным состоянием, функциональным, физическим, ну и так далее. Конечно, очень интересно. Вот сейчас рассказывал о тренировке и подготовке спортсменов, лидеров экипсанга и других ведущих бегунов мира, Рината Канова, который приезжал в Москву. Да, известный итальянский тренер. Да, один из самых известных тренеров в мире выносливости, который сейчас работает старшим тренером в Китае. По выносливости. По выносливости идеолог, можно сказать, китайского бега сейчас. Ну и подготовил очень массу, большое количество людей, спортсменов самого высочайшего уровня. Как сказал президент федерации Вадим Борис Зеленчонок, что порядка 39 у него победителей, призеров чемпионатов мира, олимпийских игр. То есть очень много людей. Но вернемся к тому, что он сказал достаточно интересные вещи. Ну мы об этом и знали, догадывались. Но это, конечно, касается уже вся эта информация только подготовленных спортсменов. Что тот же Кипсанг при подготовке к мировому рекорду, к своим сильным забегам, для него в порядке вещей пробежать на высоте более 2000 метров от уровня моря. В Кении по грунтовой дороге за две недели он проводил контрольный бег 40 километров, порядка 2 часа, 2 или 4 минуты. То есть такой диапазон, это, во-первых, грунтовая дорога, это, во-вторых, огромная высота, и они не боятся этого делать. Они тренируются на высоте, тренируются быстро. Если у нас вообще существует определенная боязнь, поднялся чуть-чуть, многие считают Кисловодск, это уже большой высотой, что на самом деле по физиологии это абсолютно не так. Там влияние больше гор, перепадов, бег с горы в гору и того объема, который пробегают спортсмены. А они тренируются действительно в средней горе, которая более 2000 метров. И тренируются быстро, качественно. Но самое главное, что к этому нужно прийти. Прийти последовательно, постепенно. Так тренируется и Эфиопия, и Европа сейчас к этому стремится. Все-таки нужно идти от законов физиологии и не бояться тренироваться. Естественно, должна быть грань тренировки и перетренировки. Но следовать по принципу постепенности нужно. Безусловно. Сколько? Час 0,9, да, по-моему? Час 0,941? Да. 20 километров. Безусловно. Просто вот почему я и спрашивал у Людмилы Петровой про длительные пробежки. Просто ведь у нас вот, ну сейчас, если вот Леонид Швецов в одном из весенних марафонов с ним созванивались. Наш вот тоже один из лучших бегунов на марафоне. Был и рекордсменом России. Был и рекордсменом. Ну, главное, его рекорд, собственно, на секунду хуже действующего его рекорда России. Ну вот он сейчас, он пришел к выводу, он и тренирует, что в принципе 35 километров достаточно. То есть вот существует и такая точка зрения, у него тоже, в общем, достигают успехи. Но все-таки вот Канова, ну и многие другие, я имею в виду другая точка зрения, и в частности вот Кениц, они 40-50 километров, да? Да. Вот, то есть они используют такие длинные пробежки. Поэтому, видимо, здесь все-таки должен быть подход уже индивидуальный, и каждый спортсмен уже должен, видимо, смотреть, что ему не хватает, да? Особенно вот после марафона, особенно, правильно? Потому что именно марафон показывает слабости, какие-то недостатки, чего не хватает. Хватает ли его до конца бега, ну, понятно, что если чересчур быстро начать, там, это всегда будет, конечно, потом падение скорости. Но, тем не менее, и тогда уже, может быть, и надо применять, как вот, в общем-то, опыт показывает. Помните же, Сергей, когда тренировались в свое время еще с этом Кул Джуманазаров, Леонид Масеев, для них это было в порядке вещей, быстрый бег, 50 километров, и 40 километров они в челпанате бегали быстро. Ну, вот, после, не то, что после выступления, но анализируя тренировки нынешних марафонцев, и смотря разницу между теми тренировками и сегодняшними, Если мы говорим об объеме, то объем будет идентичен, но те скорости, на которых выполняются сами тренировочные работы, то эти скорости, конечно, возросли. Именно возросло тренировочное воздействие. Если мы посмотрим, что в конце недели они пробегают длительный бег, то они его могут пробежать одинаково, например, и мы там бегали, и Масеев, и Джуманазаров, то внутри недели тренировочные работы и какие мышечные волокна задействуют нынешние бегуны, лидеры, это абсолютно разные вещи. Вы имеете в виду лидеров мирового класса или российских? Нет, я говорю о мировом классе. К сожалению... Больше даже просто интересно о российских. Хотя бы мы же не говорим, если бы российские спортсмены достигли... Понятно, что, допустим, сейчас результат Леонида Масеева 2-11-57, но это, во-первых, было давно, да? А во-вторых, все-таки больше здесь ценится его победа на чемпионате Европы, правильно? И он мог бы, наверное, быстрее бежать именно в нынешнее время, когда в его время рекорд мира-то был 2-0-9, там, условно, правильно? В свое время и методики, которые они использовали, они были передовыми. Но, я говорю, анализируя их тренировки и сегодняшние тренировки, понять, за счет чего возможен прогресс. Это вот как раз-таки находишь ответ именно в воздействии, в задействовании других мышечных волокон в самой тренировке, в широком спектре. Ну да, в данном случае все правильно. Я имею в виду по сравнению, конечно, с бегунами мирового класса. Здесь понятно, и настолько уровень вырос, что 2-0-3, ну, просто для российских спортсменов это вообще кажется заоблачными результатами, правильно? Допустим, вот Алексей Реунков, наш единственный участник, 2-10, чемпионата мира имею в виду, 2-10-10 пробежал, но он бежал чуть-чуть из двух десяти. Но вот чтобы пойти дальше, 2-8, 2-7 хотя бы, правильно? Пойти бы, выйти на этот уровень, стать... И, в принципе, тогда уже можно и бороться за, скажем, победу на чемпионате Европы, там, скажем, да, стать сильнейшим бегуном Европы. То есть, ну, как бы, задача тоже степ-бай-степ должна идти, правильно? Конечно. Вот, поэтому вот здесь вот все-таки в чем, что не хватает нашим лидерам? Ну, здесь с Россиями, я имею в виду. Ну, сложно говорить про всех лидеров России, но если, например, говорить про Алексея, то, конечно, его сильной стороной является то, что он прошел хорошую подготовку на дорожке. Он постепенно рос от бега на практически средней дистанции. Он был победителем юниорского кросса, они в команде выигрывали, это была группа бегунов. То есть, этот принцип постепенности сохранился, он проработанный. Ну, абсолютно сейчас это моя точка зрения, что я бы, конечно, рекомендовал сейчас ему не уходить далеко от дистанции, ну, более быстрых, оставить этот потенциал на 10 тысяч метров, результат хороший иметь. Вот здесь иметь потенциал, не уходить в сторону абсолютной аэробики, абсолютных аэробных качеств. Да, там экономизация, но эта экономизация, она будет лимитирующим фактором в беге из двух десяти. Здесь нужно вот именно воздействовать и на другие мышечные волокна. Ну, у Алексея грамотный тренер Юрий Семенович Куканов, который, я думаю, в этом как раз не думая, уверен, в этом хорошо разбирается, и они найдут пути для реализации этого. Но сам путь мне видится именно в этом направлении, чтобы идти по такому пути. Ну, и посмотрите, каковы здесь, да, конечно, призовые деньги очень хорошие. 100 тысяч долларов первое место, второе 60, затем 40, 25 и так далее. И, видите, более полумиллиона долларов общий призовой фонд Нью-Йоркского марафона. Ну, это, конечно, очень солидный марафон. Ну, естественно, тут такая конкуренция, что так запросто прийти и выиграть 100 тысяч не удастся. Конечно, это отдельный вид лёгкой атлетики, планета, марафон, но со своим финансированием. Ну, что ж, уже 15-15 километров уже лидеры. Это зрители, которые только что присоединились к вам. Нью-Йоркский марафон. Золотая серия. С категорией мейджор. Женщины стартовали первыми. Вот. Ну, что ж, вот мы только что с вами говорили, вспоминали Алексея Реункова, и мы решили позвонить Алексею и лично у него уже узнать. Алексей, вы слышите нас? Да, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Вот Владимир Башко, Сергей Тихонов, вас приветствуем. Здравствуйте, Алексей. Ну, мы говорили, что вы единственный наш российский участник чемпионата мира. Ну, и прежде всего, расскажите вот о этом пекинском сложном марафонском беге. Как все это было? Ну, надо сказать, что пекинский форум был такой довольно тяжелый. И в частности, больше всего из-за погоды. Потому что было необычно жарко. Ну, и поэтому марафон у меня там, так сказать, не получился. Я не добился того, чего планировал. Ну, и я больше это связывал с погодой. Ну, тут понятно, мы уже говорили, что если Кипсанка, Кеметта сошли, такие зубры, понятно, что это было нелегкое, да, испытание. Ну, а вот вы то, что даже в эту погоду, как вы считаете, начальный темп был правильный? Или все-таки можно было даже потише начинать? Нет, начальный темп был, в принципе, неплохой. Единственная проблема была, что меня там на старте немного уронили. И там, ну, произошел такой сбой. Мне километра три пришлось, как бы, да, приходить в себя. Ну, не сказать, чтобы группа далеко убежала, просто как-то я так немного потерялся. Ну, да, потереть мне этого не видно было, да. И чтобы, да, сохранить позицию, там, мне пришлось выбираться. Ну, в принципе, темп был невысокий, я, ну, комфортно себя чувствовал, где-то километра до десятого, до пятнадцатого. А потом вот как-то после пункта питания лидирующая группа немного ускорилась, и я как-то потерял контакт. Ну, а вы пили на каждом пункте, как вот в плане потребления жидкости? Да, я использовал все пункты питания, помимо того, что индивидуальные напитки каждые пять километров. Там еще были промежуточные пункты на отметках два с половиной километра. Ну, там, то есть, обычная вода, вода, губки. Я использовал все, что возможно. Но все равно было так тяжело. Понятно. Ну, а вот если вот, ну, смотреть уже, вот, что нужно было сделать, чтобы лучше пробежать все что? Готовиться вот это в таких специальных жарких условиях? Или как вообще, как вы видите сейчас? Ну, как сказать? Там получилось, что я в июле месяце опять поехал в Киргизию. Ну, примерно по тому же плану, как я готовился к чемпионату Европы. Чемпионату Европы, да. Ну, единственная разница была, что в этом году во всей Средней Азии стояла необычайная жара, в том числе в Киргизии. И где-то дней 10 я просто выходил, только бегал кросс. Потому что температура была где-то, ну, далеко за 30. И никакого ни ветерка, ничего. Просто вот пробегаешь и под градом... Ну, тяжело было делать работы в таких условиях. Поэтому я посоветовался с тренером, но и решили... Ну, тем более, эти 10 дней пришлись на первую часть сбора. И, ну, я просто бегал кроссы и ничего не делал скоростного. Ну, то есть, получается, адаптация-то к жаре, как бы она была, просто вы из-за этого не могли, собственно, провести полноценные тренировки, так, фактически? Да, да. Именно на высоких скоростях я не мог делать работу нужную специально. Понятно. Понятно. Ну, а что касается... Вот у вас была операция на ахиллое сухожилье. Как оно вам не лимитировало? Ну, во время подготовки, конечно, есть проблемы, когда большие объёмы. Допустим, вот вы говорите про длительные кроссы, которые там превышают 40 километров. И вот, в частности, из-за этой проблемы я вот... Ограничиваете, да? Да, вроде как бы мне и хочется увеличить длительные бега. Пробежки, да? Да, да. Но из-за вот этой травмы, операции я пока что не могу... Понятно, понятно. ...прочти. Ну, а как вот сейчас вы уже отошли от Чемпионата мира? Да, я... Ну, примерно в течение месяца, с сентября месяца я отдыхал. Как бы, залечивал травмы. Ну, и сейчас уже готовлюсь к новому сезону. Ну, а где у вас какой планируется марафон в ближайшем? Ну, поскольку в следующем году Олимпийские игры, там, в августе месяц. И руководство сказало, что весенний марафон нужно пробежать, ну, где-то до апреля месяца, чтобы была возможность отдохнуть и хорошо подготовиться к... К Олимпиаде, да? Да, поэтому нужно выбирать довольно таки ранний марафон, ну, там, то есть мартовский, из всего, что возможно, то есть, ну, в Европе в марте бежать еще холодно, поэтому я, скорее всего, склоняюсь к японским марафонам. Ну, и, возможно, я, если получится с заявкой, то побегу Лейк Биво в марафон в начале марта. В марте, да. Ну, а уже осенью сейчас вы пропускаете, да, марафон? Да. Понятно, осенью-зимой. Понятно. Да и еще два слова. А вот в Лондоне все-таки, где вы 2.10.10, там какие впечатления остались у вас от марафона? Ну, в принципе, впечатления положительные. Ну, я мог бы пробежать, наверное, побыстрее даже, быстрее личного рекорда, там, 16 секунд всего мне не хватило. Просто там получилось, что под вторую группу был письмекер, и какую-то часть вот своей работы он немного завалил, и, как бы, его работу, можно сказать, выполнял я, там, то есть Сергей Лебедь бежал со мной, и вот испанец Гойера, и, как бы, вся вот эта работа, связанная с удержанием темпа, легла на мои плечи. Там, ну, до 30-го километра я бежал, и потом вот чуть-чуть стало как-то тяжело от меня. Испанец убежал. Понятно. Ну, примерно, ну, по силам мы были одинаково готовы. Понятно. Ну, ясно. Хорошо, Алексей, спасибо вам за ваш рассказ. Желаем вам подготовиться хорошо к марафону, я имею в виду, этому весеннему, и затем, если удастся, ну, конечно, выполнить норматив, попасть. И хорошо представить нашу страну в Рио. Да, единственное, я хотел спросить, ну, а вот вы думаете тоже еще, что все-таки в беге на 10 километров, может быть, постартовать? Да, я в этом сезоне, летом я планировал пробежать десятку, просто получилось, что у нас чемпионат России на десятке проходил в середине июля, это когда я уже уехал на сборы. Просто не сложилось так. Я использовал все возможности, я бежал на 10-го на шоссе, которые проводились у нас в России, поэтому он как бы... Понятно, понятно. Вот, хорошо, Алексей, спасибо вам большое, успеха, успеха, мы за вас болеем. Спасибо. Спасибо, Сергей. До свидания. До свидания. Ну что ж, вы видите лидирующую группу у женщин, пока вот мы говорили с Эркселериумком, нашим лучшим сейчас марафонцем, ну, пока вот все, в общем-то, здесь экипьего, Мореера по-прежнему лидирует. Опять она вышла, она уходила немножко внук забега. Ну да, ну да, опять вышла вперед, видимо, передохнула, 27 километров примерно, мужчины вот скоро к половине дистанции приблизиться. Ну вот, экипьего, дебютантка, дебютантка марафона. Хорошая дебютантка с хорошими результатами, со стремлением, но виден бег такой у нее и мягкий, и в то же время и заряженный. И, скажем, то, что мы сейчас говорили об экономизации, да, он экономичный, но видно, что она готова и бежать очень быстро. Здесь же и Тегис Туфа бежит с ее личным результатом 2-21-52. Джефф Туфа, наверное, уже можем говорить, что образовалась группа лидеров, и кто-то из них и завоюет. Что с распадмарфоном? Здесь, значит, от 15 до 20 километров было скоростью лучше, 17.09, затем вот сейчас к 25 километрам, сейчас 26.39, снова чуть потише, 17.35 может, поэтому мариера вот и вышла. Но половина дистанции, напомню, час 12.54, то есть чуть-чуть из 2.26 темп. Ну, достаточно, для Нью-Йорка это достаточно хорошее, но, опять же, вспомню, как вот Людмила Петрова 2.25-35 еще в 2000 году бежала, то есть вот примерно на этот уровень, в общем-то, бегут. Нью-Йорк тяжелый марафон, там, как правило, быстро никогда не бегут, все-таки все результаты, они вот в этих секундах, минутах и показываются. И у мужчин тоже бегут в районе 2.10, там плюс-минус чуть-чуть. И у женщин. Кейтани на третьей-четвертой позиции. Но тут единственный, может быть, сюрприз, американка Твет. Я смотрю, убежит. Друга, Жепта, Кейтани, Кипи, Гатуфа. Ну, те, кто анонсировались, кто будет бороться, все-таки лидеры этого женского марафона. А Твет – это лошадка, серая в этой группе. По всей трассе марафона стоят зрители, приветствую, все-таки это праздник. Огромное количество людей на площади. Камера не показывается, кто-то усиленно держится за группой, не может присоединиться. Не отстает. Ну, мужская группа тоже очень сильно поредела. Восемь человек. Ну, и там сзади еще вторая группа тоже преследует их. Так, Кипсанг держится с левой стороны группы, как он убежал. Привод. Тоже все основные претенденты находятся вместе. Сигай, Диссиса, Кемаль. Восемь человек в группе. Что интересно, вот, когда смотришь список ребят, вот, кто сейчас в лидирующей группе, с их личными рекордами на дорожке, то удивляешься огромному диапазону этих дистанций, которые они стартуют и имеют очень-очень высокие личные рекорды. И порядок этих рекордов начинается, ну, как правило, с дистанции 1500 метров. Если взять, там, Кипчоги, например, то у него он имеет личный рекорд 3.33.20. На 5000 метров. 12.46. 26.49 на 10 тысячах метров. И многие-многие приходят именно пройдя кроссовую подготовку, чемпионаты мира по кроссу. Являются или призерами, или выигрывают. Не так много людей сразу напрямую приходят в марафон. Хотя в Кении, конечно, это очень и престижно, и очень много людей бегает, и бегает на высоком уровне, но все равно все идут постепенно. Даже эфиопские бегуны тоже самое. Они проходят этот путь. И когда выходит уже на марафон, почему мы смотрим дебютант марафона? Он встает, пробегает из... Ребята, мужчины, пробегает из двух часов десяти минут. Ну да, но дебютант марафона – это не дебютант бега еще, правильно? Про это мы и говорим. Да, это абсолютно подготовлено. И помню, когда Хайлик Гибриселаси вышел первый раз бежать марафон, он сразу вышел, чтобы установить мировой рекорд. И это не получилось. Это не получилось, а результат был высокий. Результат все равно был высокий, да. Зато был какой спортивный ажиотаж. Это было интересно. Ну и тоже, кстати, в этом смысле и... Хайлик Гибриселаси тоже потребовалось несколько лет уже, несмотря на высокий результат, чтобы прийти к мировому рекорду. И Пол Тергат, в общем-то, его один из главных соперников, сначала на дорожке, и тоже ведь потом стал рекордсменом мира. И тоже ему пришлось несколько лет вот именно осваиваться в марафоне. Это дебютный, чтобы тоже 2, где-то 8, по-моему, он пробежал. Вот. И, кстати говоря, вот Пол Тергат, он, наверное, вот один из первых, как раз вот внедрил вот длительные пробежки. Вот по 40-45 километров, что вот ему помогло как раз вот реализовать себя здесь, в марафоне. Ведь очень много и видеоинформации с Кении, когда они выходят в субботний воскресный бег, длительный бег, выходят все вместе и бегут не просто равномерно с ускорениями, но 40-километровые пробеги. Это у них считается нормой. И через это растет поколение. И там бегут не только марафонцы, это бегут бегумы на 800 метров. Правда, они бегут не 40 километров, а 20 с чем-то. Мы там видели, и Рудиша стартует с ними, бежит. Это просто является в порядке вещей, именно массовые. Каждый находит в себе свою скорость, свой темп, но они не бегают по одному. Они стараются максимально вместе выполнять всю тренировочную работу. Нет, ну, безусловно, вот в этом и большой плюс тренировка в группе. В Советском Союзе тоже это была, в общем-то, традиционная форма тренировки. Во времена и Куца, и Петра Болотникова, и позже, когда были Сверидов и Рашид Шарафиддинов. Так, кстати, вот они всегда. И еще позже, когда Валерий Абрамов, Энн Селик, Александр Федоткин, Стрижаков. Александр Антипов, там тоже в группе тренировались. А сейчас, в общем-то, это мало, к сожалению. Все-таки наша проблема, сейчас она все более и более возрастает. Нужен объемный бег, нужны объемные тренировки. Но, например, в крупных городах все меньше места, где можем проводить тренировочную работу на земле, на грунте. А ведь это одно из основных покрытий нетравматичных. Даже марафонцы, кенийцы, они все бегают, ну, очень много всей тренировочной работы выполняют по своим дорогам. А у нас парки, которые хорошие и все, но почему-то благоустройство парка считается хорошим, когда она либо заасфальтирована, положена плитка, а весь мир... Особенно плитка, да. Да, Нью-Йорк, Нью-Йоркские парки, они земляные. Там все бегают по земле, и это вошло как в культуру, это в нормальную. У нас сейчас идут, к сожалению, вот эти перегибы. Потом эту плитку или асфальт никто убирать не будет. Ну, такая масса людей, неиссякаемый поток, который будет идти, идти. И очень престижно, я думаю, мы прочитаем большое количество звезд, эстрады, политиков, бизнесменов, которые за честь пробежать этот марафон, это очень престижно. Ну что ж, вот такая плотная группа сейчас бегунина, женская группа лидеров. И вот американка Твет, которая в этой группе, в принципе, малоизвестная спортсменка, и 26 лет, дебют в марафоне, ну и что за ее плечами? 15.04.98, 5000 метров в прошлом году, 32.15.51 на 10 тысяч метров в 13-м году. Ну, опять же, можем констатировать, что подготовка у нее, Ставерская, была, была, в общем-то, и неплохая. Просто, конечно, хорошая, да. 4.10.500 метров на всякий случай тоже человек бежал. Затем, вот, в прошлом и в этом году много очень соревнований по шоссе. 4, 10, миль 5, 10 километров, 15 километров, 20 километров. Вот марафон в прошлом году, сейчас 11.02 она пробежала. Вот и 12 километров, начинка была третьей. Вот посмотрим, смелая спортсменка бежит вот с этими зубрами, так сказать, марафонской дистанции. Ну, надо сказать, что бег пока проходит равномерно, без каких-то сильных ускорений. Погода позволяет, потому что почему не попробовать себя? Конечно. Ну, а еще раз напомню, сейчас 12.54, все-таки с 2.26 пока средняя скорость. У мужчин-то в этом смысле гораздо все слабее, все-таки половина дистанции сейчас 0.6.49. То есть, ну, вы представляете, что такое? Ну, чуть-чуть из 2.14. То есть, для этих ребят, у которых личные рекорды по 2.4, 2.6 там... И кого-то и быстрее. Да, конечно, это весьма слабо. Ну, и 5-километровые отрезки. 15.47, 15.44, 15.58, 15.45. Вот она, мужская группа. Вот так вот, собственно, проходит этот бег. Вот мебки-флесги по-прежнему. Я просто напомню, что спортсмену в мае вспомнилось 40 лет. Тоже у него замечательные результаты для марафонца на стаирский дистанции. 13.11.77, 27.13 на 10 тысяч метров. Ну, они показаны, конечно, давно, в 2000-м, в 2001-м году. Но, в общем-то, ему и 40 лет тоже, так сказать, не забывайте. Вот. И в 2004-м году, как раз вот в то время, он всё-таки завоевал серебро на Олимпийских играх. Это тоже... Это очень высокое достижение. Очень здорово. Вот. А через 8 лет на Олимпийских играх в Лондоне он занял 4-е место. Да, он не был на пьедестале, но тоже, тоже очень-очень здорово. Вот. Личный рекорд у него, как раз вот в марафоне, личный рекорд невысокий. Он только в прошлом году 2.08.37 пробежал, а так до этого 2.09, в общем-то, не менял. Вот одним из критериев, что ребята бегут не быстро, является нахождение в этой группе спортсменов не с фамилиями, а просто с номерами. То есть это люди, которые не входят в элитную группу, которым не выдаются именные номера, и которые иной раз стартуют не с ними, а за ними, там, в остальной группе. Потому что, когда бег проходит быстро, ну нет, бывает такое, что люди, например, организаторы по каким-то причинам не заявляют спортсмена, не выполняют его требования, такое тоже бывает. И они сами заявляются на общих основаниях, стартуют. Были такие тоже прецеденты, но, как правило, все равно все лидеры, конечно, бегут. Они, во-первых, и анонсируются, и бегут с именными номерами. Значит, эта скорость как раз подходит и более слабым спортсменам. О чем сейчас Сергей говорил, что да, эта скорость невысокая. Ипсанк не хочет прибавлять, атаковать, он пока держится в тени, ни разу не выходил вперед. Дисиса тоже так же не появляется, держится в группе, и комфортно для себя бегут. Я думаю, что мы увидим какую-то заключительную часть бега быстро. Здесь уже больше 30 километров. Час 43.31 на отметке 30 километров в женском забеге. И, между прочим, быстрее 17 минут. Вот эти 5 километров пройдены у женщин. Ну, если камера сейчас нам недавно, вот, только что показала женский забег, где группа уже рассыпалась, то как раз-таки это и является... Да, 16.52. Да. Почему группа рассыпалась? То есть, достаточно быстро прибавили, произошло увеличение скорости. Ну, а метки в лезге сейчас впереди. 25 километров у нас. Следующая, следующая отметка. Ну, вот, интересно, тоже вот здесь, как комфорор пробежит, который... Ну, мы отличные рекорды и говорим, вот, у многих, наверное, 10 тысяч метров. Ну, скажем, у Кефлес где-то 15 лет назад, условно, да? А у этого спортсмена летом. И в августе... То есть, он как раз в расцвете, так сказать, стаирского... В стаирском расцвете, так скажем. Ну, тоже дебютант марафона. Нет, понятно. Вот, конечно, вот такие дебютанты, которые, так сказать... Ну, для которых, скажем, ну, для того же Комфорора, там, да, скажем... Ну, тоже вот мастерский норматив 2.20. Это вот такой легкий, в общем-то, наверное, тренировочный пробежка, правильно? Конечно. С его, так сказать, запасом скорости. Вот японец Каваучи, вот он здесь же бежит. О чем говорится, что скорость, это комфортно. Хоть он и имеет результат 2.08.14, но все-таки, что говорили, он после травмы. Неужели Сара Морейро убежал от... Нет, нет, нет. К сожалению, отстал Сара Морейро. Это, наоборот, показали. Вот четверка. Единственное... Это Кейтани, видимо, ушло вперед и сразу прибавило скорости. Кейтани, Туфа, Мергия, Джипту. Вот они самые сильные. Самые сильные, да, действительно остались. Но хочется верить, что Морейро не отстанет, что все-таки она поборется. Хоть она имеет личный рекорд, конечно, уступающий значительно этим девушкам. У нее 2.24.49 личный рекорд. А у них на 3 минуты выше. У Кейтани-то вообще 2.18.37. У Кейтани явно в хорошей форме. Все-таки тот же полумарафон в Англии. Она пробежала здорово, уверенно. Ну, такое впечатление, она дождалась своей точки, да, запланированной. И вышла вперед и стала нагнетать темп. Сейчас пошел небольшой спуск с моста. Тоннель какой-то или в поворот входит. Но Кейтани еще добавляет, еще пытается разорвать и эту группу. Ну что ж, вот сейчас решающие моменты. Мэри Кейтани, победительница прошлого года в Нью-Йоркском марафоне, значительно прибавила скорости. Сначала и осталось с ней четверо. Сейчас уже, ну, даже, ну, как, уже двое практически. И Джипту отстает. И посмотрите, только Туфа, только Туфа, видимо, сейчас удержится с Мэри Кейтани. Но все равно четверо сейчас пока претендует. Ну да, первая так четверка. Совсем недавно до рекламы буквально мы видели, что они бежали все вместе. А сейчас, видите, они отстают, и Кейпту, она оглядывается. То есть из последних сил уже держится за лидерами. Ну что ж, вот это уже серьезная, сейчас начнется серьезная борьба. Туфа и Кейтани плечо в плечо бегут. Даже Кейтани не хочет уйти за Туфой. Туфа за Кейтани. Атакуют и уверенно убегают сейчас от всех. Джипту только тоже теряет контакт. Вот сейчас вида на повороте. Остается порядка 8 километров до финиша. Ну самое время проявить, показать класс. Но Туфа, в общем-то, не так давно вышла, в общем-то, на такие высокие международные позиции. Родилась в 387 году. И, конечно, вот ее главное достижение в этом году победа на марафоне в Лондоне. 2 часа 23 минуты 22 секунды. И там вот она Кейтани сумела обыграть. Личный рекорд установила в прошлом году в Шанхае 2-2 часа 21-52. Также она побеждала на марафоне в Оттаве в 2014 году. 2-24-31. Второй была тоже в 2014. У нее было три марафона в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке в 2013 бежала, была восьмой. То есть такой... Только ее подъем был тогда, только начало еще. Расклад, так скажем. Вот. Но в этом году бежала она на чемпионате мира в Пекине. Заняла шестое место. 2-29-12. Не так много времени прошло после Пекина. Вопрос, да, вот как восстановилась она. Потому что мэрия Кейтани не участвовала на чемпионате мира. Готовила специально к марафону в Нью-Йорке. Кстати говоря, вот мы, когда был марафон в Амстердаме, обсуждали, когда было сообщение, что кенийцы решили провести в феврале отбор, конкретный отбор на олимпийскую команду, провести марафон у себя дома, вот, и запретить всем участвовать потом в весеннем, ну, кто отберется в весенних марафонах. Но сейчас вот прошло сообщение, что, в общем-то, видимо, они уйдут все-таки от этого, и, видимо, все-таки вернутся к прежней вот этой своей системе, методам, в общем-то, ну, как вот лучший тренер, как у нас говорят, тренерский совет, да, в Кении, в общем-то, оценит выступления марафонцев на разных соревнованиях, и это берет все-таки сильнейшее. Все-таки коммерческая составляющая там очень большая, чтобы пойти по такому пути. Ну, вот и пока вот нам показывают лидирующие группы, и вот сам Уилсон Кипсанг в данном случае все держится, держится так сбоку, пока вроде бы как он не при делах, да? Смотрите, то он слева был, то он справа. Он не хочет бежать внутри группы, видно... Чтобы никто не мешал. Да, свободный, раскатистый шаг, комфортный, он высокий бегун. Шаг не короткий, чтобы никого не подстраиваться. Кстати, вот мы когда говорили о пейсмейкерах, я еще хотел сказать, что все-таки мы уже привыкли вот пейсмейкеры, пейсмейкеры, ведь в чем смысл пейсмейкера? Особенно вот они, конечно, хороши на дорожке, когда он бежит впереди, и спортсмен бежит точно следом за ним. И он тут использует вот эту его энергетику, прячется и от ветра, так, кстати, вот держится. Ардиническую трубу. Ну да, вот здесь все-таки в марафоне, здесь немножко другое, как говорят, ну что это за пейсмейкер, который бежит рядом с тобой? Какую он, в общем-то, оказывает поддержку? Только психологическую. А так как вот на дорожке очень редко, что вот человек вот ровненько встал за ним и бежит вот прямо в шаг-в-шаг, вот используя вот именно бег лидера. Вот, поэтому здесь, наоборот, действительно марафонские стараются, наоборот, уйти в сторону, чтобы им никто не мешал, чтобы, так сказать, катить. Та же вот Редклиф, допустим, ее рекорд мира 2.15-2.25, говорят, что это с помощью мужчин, да, там бежали три кенийца. Но она ни разу не бежала следом за ними. Они бежали рядом, в общем-то. То есть вот в чем эта помощь, как вы думаете? Да, мне кажется, все равно помощь очень весома. Ты визуально видишь человека, который задает... Ты не напрягаешься, а пытаешься только расслабленно бежать, потому что ты как бы с ним связан нитью. И бежать одному, поддерживать эмоционально скорость, больше усилий прикладывает для удержания скорости, и бежать с кем-то, это, мне кажется, разные вещи здесь с помощью. Тут есть тоже такая помощь, да? Я думаю, что да, и она очень большая. Ну, я и по себе помню, когда бежишь с кем-то, кто-то рядом, даже не с тобой. И ты не напрягаешься, ты бежишь, кто-то поддерживает темп, ты на него возлагаешь вот это вот время, чувство ритма. Потому что классические, я имею в виду, забеги с пейсмейкером Эльги Ружа, да? Там дорожка, там, во-первых, и чтобы путь был наиболее короткий по виражу, ты все равно вынужден бежать за ним, полностью доверяешься ему, и пытаешься уже только за ним удержаться, а дальше делаешь дело сам. Ну, а Мэри Китания, видите, действительно, все-таки сумела и оторваться от туфы, и уже в одиночку довольно резко, видимо, прибавила. Сейчас вот на отметке 35 километров мы с вами посмотрим. Я думаю, что это где-то вот, наверное, 16, если не 16. Потому что такое, чтобы уйти от этих ведущих марафонов мира, нужно очень иметь высокую скорость. Вот она продемонстрировала эту же модель тактического бега на полумарафоне в Англии. То, что мы смотрели. Также она вторую половину там вышла, и вот продемонстрировала соло-бег. Было хорошее переключение. Все-таки мы надеялись, что туфа за ней подольше продержится до финиша. Все-таки очень сильная бегунья. И в Лондоне она это продемонстрировала. Ну, мэрия Китания оказалась более подготовленной. Но, может быть, это здесь, конечно, повлиял и марафон в Пекине, который бежал от Теги Стуфа. Она до этого провела весенний марафон. Потом марафон в Пекине в жарких тяжелых условиях, после которого требуется длительное восстановление. И это третий марафон, она бежит. А та же Китания, она целенаправленно готовилась. Прошла через полумарафон. Подготовку гор на высокогорье прошла. И она целенаправленно готовилась к Нью-Йорку. Да мало того, сейчас я смотрю, туфа, видимо, даже поторопилась, наверное, бежать с Китани, потому что джипту ее догоняет. Ну, она просела, прям видно, она до последнего держалась, а сейчас все. Сразу как отвалилась, и сразу темп естественный. Ей тяжело придется на последнем участке, я там километров 7, наверное, до финиша сейчас осталась. Ну вот, отрыв все больше и больше, даже визуально он на глазах увеличивается. И сейчас уже никто не угрожает Мэри Китани. Она смело ведет бег. Опытная бегунья, надеемся, да и уверены в том, что она знает, что делает, грамотно рассчитала силы. Хороший экономичный бег у нее. Ну вот, а сейчас мы дозвонились Любови Денисовой, тоже успешно выступавшей в Нью-Йорке российской спортсмен, которая сейчас тоже находится в Соединенных Штатах Америки. Люба, вы нас слышите? Да, хорошо слышу, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Башко, Сергей Тихонов, вас приветствуем из студии Евроспорта. Вы смотрите марафон? Или как вам, у вас показывают? Да, я смотрю вообще вас смотрю даже. А даже нас? Понятно. Ну и как ваши впечатления от бега Мэри Китани? Ну, очень нравится, как она бегает, и она, наконец-то, сильно видно сразу. Ну, ты показывает, как она в Нью-Йорке, в Лондоне побеждает. Показывает личный рекорд, 2.18. Да, как 2.18, она бежит. Ну, это хорошо. Люба, вот расскажите, пожалуйста, вот вы несколько раз выступали в Нью-Йоркском марафоне, и в 2002 году ведь были второй, а в 2004 – третий. Как вот, и, кстати, личный рекорд 2.25.18. Вы тоже ведь в Нью-Йорке установили, несмотря вот на такую сложную трассу? Как эти проходили забеги, расскажите? Да, у меня личный рекорд был как раз на Нью-Йорке в 2004 году. И как раз вот я теми смотрю, первая половина, они начали на 12.54. Как раз я уже начала. То есть точно такое же начало было? Да, точно такое же начало было, но единственное, что это и в группе было. Группа из 5 человек, они убежали на 5.10.55. Я как бы сама бежала. То есть потом стали собирать вот этих отстававших спортсменок? Ну да, быстро начали они, видимо, потом капать начали. Да, я по секунду их не догнала. Я вторую половину пить быстрее пробежала. Ну а вот в чем особенность Нью-Йоркской трассы? Потому что мы там никогда не выступали, не были даже. И скажите, трасса изменилась с того времени, когда вы бежали? Сейчас изменения какие-то внесены? Нет, я смотрю, что изменений таких нет. Это также такая же трасса. Ну а в чем вот особенности, какие подъемы там, где трудности? Ну особенности, я не знаю, для меня, например, всегда было хорошо считать, когда подъемы, то есть я по ровной трассе-то не могла отбелить. Значит, вам даже лучше подъемы и спуски? Да, что мне надо было именно такие подъемы, чтобы были большие. Как-то там вот в Нью-Йорке, вот такие мосты. Вот сейчас они бежали как раз на 25-м метра, там такой длинный мост. Где-то поломили. И видно было, что они все бегут в подъем, да? Ну вот, это было как бы для меня. Ну, 50, сейчас будет подъем большой на 5-й миле. Тоже где-то 1,5 миле будет этот подъем. То есть достаточно длинный. На 2-й миле. Да, 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 уже в синишу. То есть обычно там очень капает все, где. Там начинают всех догонять, вот на 5-й миле. На 5-й миле. Ну, а вот в 2002 году, когда вы были второй, вы тоже с Кенийкой. По-моему, Джойс Чип-Чум, кажется, если не изменяет память. А как вот вы же бежали с ней вместе? Она убежала когда от вас там? А вот она как раз убежала как раз вот здесь. На этом подъеме? Пятая веню. Да, на этом подъеме она чуть-чуть от меня. Я ее отпустила, и сейчас 17 секунд я не смогла. 17 секунд. Чуть-чуть, в общем-то, проиграли, да? Да, 17 секунд, да. Понятно. Ну, а и вот немножко мы спрашивали у Людмилы Петровой немножко вот о тренировке. А как много вот вы в подготовке? Какой объем у вас был вот в таком хорошем рабочем состоянии? Недельный или месячный? Ну, недельный объем где-то 4-5 недель по 190 по 200 детей. А скажите, сколько у вас занимало вот время подготовки к марафону, целенаправленное время подготовки к марафону? Три месяца. Что говорит, когда человек готов? Ну да. Ну а вот длительные пробежки вы использовали? Ну да, конечно, но не такие, как Люда, там, 45 километров. Такого у меня, конечно, не было. Самый сильный у меня 35-36. Один раз по 30 километров. Регулированно так сказать? Да, 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 где-то за подготовку 5-6 недель я так обидал. Я напомню, кто может подключился, Любовь Денисова с нами в эфире. Еще, Любовь, хотел спросить, ну а какой вообще вот из вашей Кореи, какой у вас самый, как бы, запомнившийся марафон? Вообще сколько марафонов у вас за плечами? Не считали? А, не считала, но где-то около 35. Понятно. Ну и, кстати говоря, и недавно вы пробежали неплохо. Выиграли марафон в Детройте же, да, 20 часа 41 минуту? Да, две недели назад. Ну и я думаю, что, в принципе, вот, про возраст можно вас сказать? Про что рассказать? Про возраст можно ваш сказать? А, про возраст? Так мне кажется, уже все знают. Ну, я просто хотелось бы, что в 44 года все-таки вот Любовь Денисова выиграла марафон в Детройте 2 часа 41. И сколько? Лет 6, по-моему, вы так быстро не бегали, тем не менее. Ну да. Ну, травму вылечит, то есть здоровья никак не получалось. Ну, то есть вы, в общем-то, продолжаете выступать, и выступать, в общем-то, успешно. Так что желаем вам дальше сохранять марафонское здоровье. Спасибо. Спасибо вам за включение. Так что давайте будем вместе наблюдать дальше за финишем марафона. Да, обязательно. Я с вами. Я с вами. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 35 километров, сейчас вот появились, да, появились эти данные, у мэрии Китании 1 час 59, 1 час 59, 55. Сейчас Сергей скажет, насколько быстро пробежали. Да, получается... ...между 30 и 35 километров. 16 километров. 16-24. Ну, это значительно. Это на минуту быстрее, чем они начинали бег. Ну, то есть в среднюю они вот бежали, там, ну, лучше было, там, 17-06, 17-09, а так 17-28, 17-35. И вот от 25 до 30, 16-52, и сейчас 16-24. Вот, конечно, скорость. Ну, 33 с небольшим минуты, они пробежали 10 километров от 25 до 35 километра. Туфу на 35 километрах 13 секунд проигрывало, но сейчас, видимо, еще больше. Да, вот, нам показывают за спиной, и не видно, кто бежит рядом. Мужская группа вот состоит из 8 человек. Да. Ну, сейчас Кипсан как-то приблизился уже к лидерам. Уверенно смотрится Кипсан пока. И цыгай, вот он так головой там крутил, вертел, смотрел, кто находится в группе, насколько вторая группа далеко отстала. Но все-таки они тоже чувствуют, что сейчас все основное будет впереди. Ну, Сара Морейра на 35 километров проигрывала уже лидерам 37 секунд. То есть, конечно, разорвалась очень сильным группам. Девятая Протокчук. 2.46 проигрывает Протокчук. Сейчас не очень легко, да, Елены? Притом, как сказал Олег Денисова, сейчас тяжелый участок предстоит им подъем. Пятая вина. Ну, вот Алаура Твет, которая вот американка-дебютантка бежала с лидерами на 35 километров только 2 часа 1 минуту 11 секунд. То есть, уже минуту 16 сразу проигрывает. Ну, вот это, да, не рассчитала свои силы. То есть, чуть из 18 минут она эту пробежала пятерку. Ну, посмотрим, как она добежит до финиша. Ну, Кипсан пока у вас сзади, ведь хорошо его видно. Пока явно экономно бежит. Да, вообще, можно сказать, что вот ребята из этой группы, они все экономно, красиво. И бег такой вот, можно оценить, что это бег не в понимании, что это марафонцы бегут, а бег ребят, которые бегают 10 тысяч метров, 5 тысяч метров, он заряженный бег. Да, ну, сейчас вот самое, конечно, начнется интересное. Почему? Потому что, ну, скажем, вот Уилсон Кипсанг, мы видели, как он финиширует. Ну, а Стэнли Бивот, да, который 13.44 пробежал 5 километров, который до сих пор восхищает в полу в марафоне. То есть, какую вот сейчас он может, ну, прибавку сделать в скорости. И все-таки у него же и личный-то рекорд в марафоне. То есть, он не новичок, у него тоже 2.04.55, по-моему, да, его личный рекорд. Поэтому здесь сейчас, вот, как раз в мужском-то забеге сейчас начнется очень-очень интересно. Вот, ну, а Мэри, Мэри к 40-ому километру уже вскоре приблизится, уверенно, уверенно лидирует. А дебютант-то наш серебряный призер чемпионата мира в Пекине сейчас в группе держится. Я не посмотрел, Джеффри, в ворот. Если в группе, то он тоже имеет все шансы на быстрый финиш, потому что его 10 тысяч метров не кинует. Каварор тоже, да, Каварор тоже. Нет, я правильно просто... Я в данном случае про Стэнли Бивана именно говорил, что он уже это делал. А здесь, конечно, от него можно ожидать, если все нормально, еще большего как бы потов. Конечно, здесь очень сейчас, очень будет много интересных сейчас событий, несомненно. Мэри Китани, лидер Нью-Йоркского марафона. Трасса проходит по живописным местам, парковая зона. Вот те подъемы начались. Пятое авеню, которое говорила Любовь Денису. Еще раз говорим, что видно, какой сильный подъем и как он сказывается. Вот, как нам показывают, на 39-м километре марафона не так далеко до финиша. Уже 2 часа 13 минут Китани находится на трассе. Ну, вот, Мэри в январе исполнилось уже 33 года. Все-таки... Ну, это вновь вот прошлый год нам показывают ее победу. Все-таки вот марафон, ну, тоже ведь не удел молодых, так скажем, да? Все-таки нужно... Посмотрите, вот перебьется в этом году, насколько она легче, мягче и увереннее бежит, чем даже как победительница того года, насколько ей там тяжелее это давало. Сейчас у нас на ногах стоит намного вернее. Ну, да. Ну, ведь дело в том, что у нее был перерыв в 2013 году с рождением ребенка. И поэтому прошлый год был все-таки такой еще, как бы сказать, она приходила в свою предыдущую форму. Потому что личный рекорд в 2018-37 в 2012 году был установлен. Первый раз из 2.20 в 2011 году. 2.19-19. В полумарафоне тоже ведь ее рекорд потрясающий. Час 0.5-39. И были и все-таки час 0.5-50, час 0.6-02, час 0.6-36. То есть, ну, то есть уровень совершенно, в общем-то, другой, что тут говорить. Как вот сейчас хорошо идет съемка. Видно движение биомеханики. Китани, как она бежит, насколько у нее направленное движение. Колено правильно выходит вперед. И стопа, очень часто у женщин стопа уходит в сторону от направления движения. А у нее движение направленное. Руки помогают, тоже экономично работают. Приятно смотреть на красивый бег в море Китани. Отметки 40 километров или пробежали, или пробегают. Не очень понятно. 2 часа 15. Так, а здесь, посмотрите, что происходит. Коварор прибавил. Ну, скорости, между прочим. С ним бивот, диссиза. И немножко в отдалении. И кипсан. Как будто бы отстает. И что, действительно это так? Ну, он уже метров на 10 отстает. Вот тебе на. Вот видите, что происходит. Вот там ворор. Тот, про которого мы говорили. Не дал покоя. Он выиграет легко бег в Пекине на 10 тысяч метров. И здесь пытается проверить всех марафонцев. Дебютант сегодняшнего марафона. То есть, что кипсанг, конечно, отстает. Ну, если все хорошо у кипсанга. Диссиза стремится, конечно, к полумиллиону долларов. Безусловно. То есть, чтобы победить. И сравняться с лидером. Людом кипчоги. Ну, и, конечно, вот бивот тут. Кипсанг все дальше и дальше, по-моему, начинает отставать. Да, вот видите. Неожиданная развязка уже не скупила. Одно дело говорить, что я в хорошей форме, да? Анонсировать-то надо. Все равно это спорт, реклама. Организаторы приглашают. Сиса, Бивот, Камбарор. Но даже все-таки Камбарор немножко отличается от этих ребят, да? Все-таки в Стайерске еще такое чувствуется. Более пружинистый, мини-коружинистый, да. Амплитуда движения намного больше. Все-таки что ни говори, вот эти огромные объемы, они немножко, так сказать... Да, ну, вот и Меп Кефлесги, конечно, не выдержал вот этой скорости. С Каваучи они вот бегут. Двоем. 30 километров, час 34-57 было пройдено. Конечно, скорость, мы уже говорили, не очень высокая. И у них вот от 20 до 25 километров вообще были 16-24-5 километров. Прогулка для ребят с этим уровнем подготовки. Ну, а потом, конечно, на следующие 15-18, если, конечно, нам правильны вот эти... Данные. Да, данные. Потому что, конечно, вроде как удивительно. Ну, вот пока такие. Вот сейчас, конечно, интересно, сколько... Каков результат на 40 километров у мэрии. Пока вот нет еще данных. Ну, остался километр. С небольшим до финиша. Золотая осень в Нью-Йорке. Хорошая погода для марафона. Ну, вот появились. 2 часа 16 минут 38 секунд. Ну, то есть, это получилось 16-43. Это 5 километров. Тоже быстро. Да. А 20 секунд медленнее, чем предыдущие. Ну, тут в темпе, ну, как бы на 3-20, ну, на 2-20 как бы средняя скорость. Чуть, ну, на несколько секунд медленнее. Вот. Ну, и насколько вот она пробежит, скажем, ну, скажем, даже 7 минут, и будет 2-2-3. Ну, то есть, в любом случае... 7, наверное, нет. Все-таки она одна. Ну, я условно, там, ну, 7 с небольшим, там. Ну, 7-3, наверное. Ну, то есть, 2-24. Смотрите, сейчас показали отрывок, что делает Диссис. Он уже пытается убежать. Сейчас нас должны вернуть, наверное, потому что такая интрига разворачивается в мужском беге. Если Кейтаня свободно добегает... Уже ничего, и никто ей не угрожает. Да, то у мужчин сейчас все интересное впереди. Все больше и больше людей к финишу. В прошлом году 2-25-07 она показала в победном своем марафоне в Нью-Йорке. Ну, вот сейчас, конечно, думается, что будет быстрее. Тоже финиш в горку. Значит, ребятам придется, сейчас подбегая к этой отметке, скорость в них тоже упадет. Все-таки там подъем приличный. Там небольшой перепад, и опять очередной подъем к финишу. Вот лучшая американка, Лора Твет, 40 километров, 2-20-0-0 пробежала. То есть уже чуть ли не 3,5 минуты проиграл вот эти 10 километров. Но, тем не менее, она личный рекорд, видимо, где-то из 2-28 может пробежать. Да, даже 2-28 это высокий результат для дебютантки марафона. Молодец, очень здорово. Ну, пусть 2-28 с небольшим, там, как получится. Забежала, наверное, самая уже основная подъема. Даже видим мы, какой перепад, где пробежала Мэри Китания. И уже где-то она близка к финишу, к победе на сегодняшнем Нью-Йоркском марафоне. Ну, посмотрите, у мужчины 30 километров сейчас 34,57, а 35 километров час 49,47. То есть 14,50. Ну, вот оно, переключение. Настоящая скорость уже. И это еще, по-моему, не предел. Я думаю, что этот отрезок может быть быстрее. Кипсанга уже, к сожалению, не видно. То есть все-таки проблемы, наверное, не только в жаре были. Да, в Пекине, в жаре. Нет, такое впечатление. Вот он, как далеко уже отстает. Но вот эта тройка, конечно, очень хороша. И сейчас не скажешь, в какую сторону склонится чаша весов. Потому что и Бивот здесь хорошо бежит. Ну, понятно, там Варор мы уже говорили. Ну, и Дисиса, который претендует, чтобы стать одним из победителей. Два кинейцева зачетом и один эфиовский марафонис. Морик и Таня продолжает свой путь к победе. Ну, что если говорить о победах ее в марафоне. Вот Нью-Йорк в прошлом году, Лондон в 2012 году и в 2011 году победы. Причем он в 2012 личный рекорд был. В Лондоне в 2015 году была второй. Но сейчас она у Туфы берет явный реванш. На Олимпийских играх в Лондоне была четвертой в 2012 году. Третий в Нью-Йорке в 2011 и третий в 2010 году. То есть уровень человек на крупных и коммерческих странах ниже четвертого места. И кто один раз не опускается. Конечно, великолепная спортсменка. Она была обладательница второго результата в истории женского марафона 2.18.37. И вот эта вот девушка на Олимпиаде в Лондоне обогнала наша Татьяна Архипова. Переиграла на заключительной части марафона и стала бронзовым призером Татьяны. Ну да, у нас есть очень сильный бегун. Я, конечно, 7 минут сказал, конечно, явно поторопился. 2.24, где-то 26. Да, тоже хороший результат. На минуту быстрее, чем в прошлом году. Уверенную победу одерживает Мэри Китани. Улыбается. Посмотрите на нее. Нет, совершенно измраждение какого-то предельного. Скажете, что человек пробежал марафон в таком темпе? Абсолютно нет. Сделала свое дело. Очень точно, четко провела подготовку. Смотрите, Трити бежит. Мергия, эфиопка Мергия. Смотрите, грамотно очень построила. Вовремя отстала, так скажем. Не втянулась в эти разборки. Да, и в своем месте сумела обогнать и джиптуг, и тофу. 2.25, она показывает результат. Да, если широк второй на престижнейшем марафоне в Нью-Йорке. А нет, она немножко отстала, где еще за товорот, по-моему, здесь предстоит. И только там, конечно, и прямое. Молодец, это тоже хороший день. Так, и вот Туфа. И посмотрите, Морейро, по-моему, четвертый бежит. Это Сара Морейро. Немножко молодец. Тоже молодец. Да, не хватает немножко ей догнать. Но, тем не менее, все-таки здорово. Лучшая европейка сегодня в Нью-Йорке. Тяжело дался бег Саре сегодня. А вот джипту, помните, она бежала вместе с Туфой. И вот тут она где-то потерялась. Ей тяжело далась заключительная часть марафона. Лакини. Ну, поздравляем Морейро. Она вела, помните, многую большую часть на первой половине дистанции. Конечно, не выдержала, может, этой скорости. Но эту скорость никто не выдержал, кроме Мерики и Тани. И сумела стать четвертой. И вот американка, твет, видите, дебютанка. Тоже здорово бежит, ведь, а? Лучшая будет первая на финише среди хозяев. Посмотрим. Так вот ожидали, что 2,28 с небольшим она пробежит. Не очень понятно, как далеко она от финиша. Ну, да. Показывает ему репетия. И вот Кирина про Капчук. Ну, тоже достаточно все-таки здорово она, да, бежит. Все-таки свою элитность она, так сказать, поддерживает. Несмотря на тоже и возраст, все-таки 39 лет. Ну, а слева, видите, тройка неразлучная пока. Куда-то, куда-то, куда-то калмарород. Ну, понятно, калмарород, что ли вроде не должен быть, калмарород. Ищет, исчез. Не на мотоцикл и сел, сучка нет. Сисо Би, вот он появился. Вот он появился, взять калмарород. Тройка уверенно приближается к финишу. Ну, вот тут, видимо, как раз подъем вот этот, о котором Любовь Денисова говорила. Да, как свежо выглядит в моря Китане. Еще раз показалось, что она одна из сильнейших марафонов планеты. Вот, ну, последние 2195, 748 у Мэри. Ну, в общем-то, это неудивительно, потому что конкуренции не было. Она особенно, в общем, не торопилась. А вот цвет, вот, да, 228, видимо, с небольшим. Дебют очень-очень удачный. Для американцев. Дебют, а подготовленный дебют. Посмотрим, как еще дебютант наш. Калмарород покажет. Калмарород, конечно. Главный дебютант сейчас еще на трассе. Может быть, сенсациям. Ну, он, ну, сейчас переключились. Ну, чуть позже уже узнаем результат. И американки. А здесь Стенли Би, вот, похоже, вышел вперед. Тоже почувствовал, что надо уже посерьезнее. Ну, а кипсанга уже не видно практически. Даже в отдалении его не видно. Как бы он не повторил путь, который прошел от Пуфа. Минут высоты птичьего подлета. 2.24.25. Официальный результат. Мэрикитане. Показывают примерно 38 километров. Час 57-57. Дисисо Камварор. И кипсанг пока отстает. Минуту, минуту, четыре, секунду. Цигай минуту 25. Отставание. Кавалу, очень здорово. Минуту, тридцать, четыре, шестым. И вместе с Кифлесги. Они там, да. Флески за недвоем. Вот как раз их показывали. Ну, а уже все, восьмой, уже 2.28 отстает. Бион, да. Второй американский. Ну, а здесь все-таки Стэнли Бивот, посмотрите, явно прибавляет скорости. Вот сейчас уже небольшой спуск, но Дисисо, посмотрите, такое впечатление, совсем обессилел на этом подъеме. И вот на этом спуске еще, видимо, добавил. Неужели убегает Бивот? Все, Дисисо сломался. Добавил и сразу, буквально за каких-то 100 метров сломался Дисисо и Камварор тоже почувствовал. Кажется, Камварор подтянется сейчас к нему. Ну, будем, да, надеяться. Но здесь все-таки специальная выносливость марафонца на стороне Бивота похоже. Здесь даже эмоциональная выносливость, вы правильно говорите, специфичная, что не знаешь, что будет дальше. Он еще не видел марафон. Дисисо, во-первых, видно, как он оглянулся. И сейчас продолжает оглядываться, смотрит на часы. И уже агония наступила. Он просел, посмотрите, как он просел. Ну, да. От него уже не ждешь быстрого ускорения. Тяжело. Ну, а как опытный стайер Камварор понимает, что ускорение надо принимать очень мягко. И все-таки он продолжает борьбу. Но в то же время с горки он раскатывается. Да, он продолжает борьбу. Да, ему сейчас не потерять контакт, потому что потеряв контакт, дальше это будет тяжело самому в одиночку. А остается чуть более трех километров до финиша. Это не так много. Порядка, там, девяти минут. С небольшим. Девять-десять минут. Которые очень-очень нелегки. И которые решающие. Ну, да. Но сейчас все-таки видно, по-моему, немножко вырастает этот разрыв. Похожим. Но он не может догнать. Казалось бы, что здесь разница в три метра. Ну, да. Ну, переключиться. Ну, посмотрим. Два часа. Два часа на трассе. Мужчины-марафонцы. Диссиса начинает оглядываться уже. Смотрит, что сзади происходит, чтобы удержать свою позицию. Победительница сегодняшнего нью-йоркского марафона Марики Таня Туфа. Мерги 2.25.32. Показал результат. Она была второй. И вот потихоньку, сантиметра сантиметром, убегает от Камварора. Ну, а Диссиса уже далеко в отдалении. Ну, визуально Бевод бежит с большим запасом. Если Камварор ставит задачу удержаться, то Бевод, ну, по крайней мере, со стороны кажется, что может еще добавлять. Камварор пытается удержаться за Беводом. Не так много остается времени до финиша. По-моему, все уже. Бевод убежал. Уже вот сейчас то, что Камварорка никогда не испытывал. Первый раз бежит марафон. 40 километров. Ну, вы знаете, здесь психологически, конечно, это маловероятно, но все-таки почувствовал, что финиш где-то рядом. Там, как сведневик, как стайр такой, более быстрый. Не, ну, вот здесь и сейчас, конечно, бы разрыв был не такой большой. На последнем еще километре, да, он бы там еще включился, но Стэнли Бевод это понимает. Если он не убежит за километр, когда останется километр до финиша, то Бевод будет угрожать. Потому что он не потерял еще полностью надежду на победу. Некий заряд, так сказать. А хотя мы помним побегу Мари Кейтани, что там сейчас нас ждет вот такой хороший подъемчик на финиш, который может сломать любого. И путь до финиша еще неровный. Ну, посмотрите, значит, что 2-24-25 Кейтани победил, а затем Мерге 2-25-32, 25-50 Туфо, 25-53 Морейро и француженка Данай 2-26-57. Вот такие лучшие результаты у женщин. А вот американка Твет 2-28-23. Вот ее дебют личный, личный рекорд. Ну, что касается Стэнли Бевода, родился 21 апреля 86-го года. Личный рекорд 2-04-55 в прошлом году. 58-56, очень высокий результат в полумарафоне в 2013 году. В этом году в Лондоне был четвертым 2-06-41. А 2-04-55 в Лондоне в 2014 году, когда занял второе место. В этом году, кроме марафона в Лондоне и полумарафона 13 сентября, о котором мы говорили, где он уступил Мо Фаре 59-24, еще бежал в марте полумарафон 59-20. Ну и в июле, в жаркую погоду, в Колумбии час 03-15 победил. Ну, а в Гаге тоже победил. Собственно, вот 4 старта у Стэнли Бевода. Был и вот пятый. Вегир это победный в Нью-Йорке. Да, и тогда, если выиграли Бевод, то безоговорочным лидером серии, мейджер серии, становится Вилеют Кипчоги. Остается-то, кстати, Вилеют Кипчоги. Ну, а что касается побед в марафоне у Стэнли Бевода, это Париж, 2012 год, 205-12. В Чунчон, 2011-207-03. И в Бразилии, 2010-2011-19 в Сан-Паулу. А на таких крупных пока у нее не было побед. То есть это будет первая большая победа. Действительно, начинать с Нью-Йорка, с победы, это здорово. Ну, да. Все-таки это входит в шестерку самых крупных марафонов мира. Ну, вот он, подъемчик начинается, который предшествует финишу. Да. Вот 35 километров, напомню, было час 49-47, а 40 километров у Бевода 2-04-06. Это значит, что 14-19. Вот эти 5 километров. Представляете? 14-19 в марафонском беге. Это восьмая пятерка, на самом деле. 14-19. И вот даже вот такие люди, да, которые имеют и результаты в марафоне, и на пятерке, на десятке, как Камварор. Камварор молодец, все равно держится, не теряясь. Не, ну, конечно, он такой дебют, у него будет тоже. Единственное, конечно, жаль, что темп был бега поначалу. То есть, ну, где-то, ну, ориентировочно, что, на 2-10, там, не знаю, 20-30, какой-то такой будет, видимо, результат. А Лето Мурору и хорошо, может быть, психологически-то проще. Ну, может быть, да, марафон такой провести. Ну, нет, с этой точки зрения, да, ему был выгоден более мягкий темп. Если бы, конечно, сразу не зарядили на 24-е, да? Да, конечно. Это верно, да. А здесь мягкое начало, сбежался, вошел. Теперь он готов, ну, беги как можешь, что он и делает. Он не просил, удерживает свою скорость, старается удержаться. Да, Кипсангу победить не удалось, но Кения, видимо, повторит успех, да? Дисисит с цыгаем тоже неудобно. Комарор в интервью говорил, что он попробует сейчас марафон, но к олимпийским играм, конечно, будет готовиться к беге на 10 тысяч метров. И, учитывая, в общем-то, вот, марафон, десятку на чемпионате мира, хочет, в общем-то, подготовиться и Мо Фаре дать бой. Бой, да. Серьезно. Ну, в принципе, вот, этот, эта подготовка к марафону, я думаю, тоже ему поможет, да, сохранить, сохранить скорость в беге на 10 тысяч метров в конце, в конце дистанции. Да, у них при такой конкуренции и на 10 тысяч метров, и в марафоне, сказать, что именно он побежит даже... Ну, да, то есть еще, понятно, ну, чтоб попасть. Да, вот там вопрос стоит в этом. Там вопрос не в нормативе. Нет, ну, норматив, да. Через сито марафона пробраться или через сито бега на... Так у них сейчас вырос уровень 400 с барьерами чемпионера. 800 тысяч 500 быстро. Должны 400 метров с барьерами попадешь. Да, да, то есть весь бег у них сейчас, конечно, уровень вырос на всех дистанциях. Ака Копьё. И Копьё, да. Так что, да, вот он. Показывал, что наглядывается. Здесь уже, в общем-то, все становится уже понятным. Борьбы на финише, как у женщины, мы не видим. Биво, все правильно сделал. Скорость... Да, иди, не сможете использовать коворот свою, потому что не выдержал от этого темпа истощающего. Постоянно с увеличением скорости, это хуже всего действует на организм... Неогребший организм для марафона. Аврора. Вот, ну, в любом случае, коворот, конечно, молодец. Так и первый раз. Причем и в Нью-Йорке бежать. В общем, получится час 06.49. На час три вторая половина получится где-то, примерно. И то за счет только вот последних там 15-17 километров. Ну, вот эти вот, сейчас, предыдущие 10 километров пройдены за 29.09. Представьте себе. Хороший бед по шоссе. Вот, параллельно женщины финишируют. И Стэнли Бивотт уже близок, близок к финишу. Убили на Мюнерском марафоне на 2015. Победа. 2.10. Да, поздравляем, Стэнли Бивотт. Ну что, в принципе, ожидаемо. Этот полумарафон о многом говорил, я имею в виду, 13 сентября. И Камбарор. Камбарор. Серебром олимпиаде... На чемпионате мира, серебром Нью-Йорке. Амбария Кейтани, поздравление Амбарору. Ну и вот самые лучшие моменты, марафон позади. Все, все в порядке. Ну, кенийцы доминировали. Не скажешь по ним, что они уже закончили марафонскую дистанцию. Ну, вот поэтому вот, ну, и Федерация Кений, все кенийцы, конечно, переживают. Побеждаем в Нью-Йорке, там, где хочешь, да, на чемпионате мира. Сходят в самом начале практически, что вот и удивляет. Ну, вот смотрите, Мэри Кейтани уже минут там 10, 15, как закончила. Но она не одевается, значит, погода теплая, комфортная, хорошая в Нью-Йорке сейчас стоит. Так, ну, кто же третьим? Ждем. Ждем сейчас. Как чувствует Кипсант там? У него был небольшой отрыв от четвертого места. Прогоняйте. Страссо, чтобы не мешал. Да, Диссизо. 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 Ну, молодец уж. Было нелегко ему, но сумел преодолеть все вот эти трудности и финишировал третьим. Третьим, да. Кипсант же четвертым бежал. Диссизо был третьим. 2.12.10. Диссизо. Диссизо и Кипсант все-таки молодец. Держал четвертым бежал. Четвертым бежал. Чему я не думаю, что он очень рад. Ну, да. Но в любом случае, по крайней мере, улыбается. Он добежал. Он здесь, он недалеко. 2.12.43 примерно его результат. Да, конечно, немножко с этим началом. Результаты, конечно, не очень впечатляют. Но здесь, конечно, тоже для них важное место. Не удалось, как он обещал, закончить хорошо. 2015 год ему победой в Нью-Йорке для экс-корссмена мира. Это, наверное, самое лучшее выступление. Но надеемся, что мы увидим Кипсанга в более хорошей форме. И Ямани Цегай. Пятый финиширует. Ну, в любом случае, вот эти все ребята, они поддерживают свой уровень. Они были в топе ведущих марафонцев мира. Вот кого учим. В шестом заканчивая дистанцию. Молодец. Лучший любитель мира. Тоже, наверное, в районе 2 часов 13 минут примерно. Сейчас мы узнаем все результаты. Да, молодец. 40 лет на всякий случай. И по количеству марафонов он явный лидер. Получается... В шестом-седьмом, наверное, он закончил. 2,10, 3,4 победителя. То есть он последние 2,195. Очень неплохо. 6,28. Это хороший 2,195. Ну, так же он поддерживал скорость. Он поддерживал, да. После 25-го километра скорость все увеличивалась, увеличивалась. Кефлесги 2,13,32 показал. Ну, это они где-то вместе с кого учат. Да, лучший американский марафонец есть в Нью-Йорке сегодня. Тоже опять поддержал, да, свой класс. Да, безусловно. 40 лет. Категория мастерс уже и показывает хорошие результаты. Ну, что значит долгосрочное планирование тренировочной работы. Стартует, готовится. 40 лет. Показывает конкурентно способные результаты. Ну, тоже нам показывают финиш, видите. Эрнс Ван Дик из ЮАР тоже очень известный, уже опытнейший. Он побеждает здесь. Тоже борьба на финише была. Сейчас 30,54. Мужественные люди. Показывают финиш победительницы Мэри Кейтани. Сегодняшнего марафона. Да, ушла после 30 километров Мэри Кейтани. Я держала второй год подряд. Да, победу. Ну, еще раз вот посмотрите финиш победителя у мужчин. Бивота. Стэнли Бивот. 2,10,34. 4,10,34. Сейчас 3,45. Вторая половина. Ну, что ж, вот, собственно, подходит уже наш репортаж к концу. Кстати, вот нас поправляет действительно в нашей группе, что Камварор, да, в 13-м году бежал в марафон. Да, он был третьим в Берлине. Да, 2,06,12. Он, да, бежал. Действительно так. Мы немножко тут, да, заигрались. Но, тем не менее, видите, все-таки был больше с Тайером. Ну, что ж, вот, посмотрите, все заключительные моменты сегодняшнего марафона. Старт, старт мужчин, как они бегут по этому мосту. Вот, ну, и на этом наш репортаж подходит к концу. Напомню, Владимир Башко, Сергей Тихонов были с вами. Всего хорошего. До следующих встреч. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok